Девушки отдыхают Мне довелось познать только жизнь солдата Я бы хотел порыбачить с сыном Но нам Пора встретить свою судьбу Спартанцы Каждый вдох, что вы делали Вел к этому моменту Каждая капля крови, пота и слез Мои, ваши Приближали этот день, этот час Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов И вот что я думаю Давайте напоим богов их кровью Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За спарту! За дочерей! За дочерей! Смей! Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! На этот раз ты не уйдешь. Сергс отправил овец на бойню. Ну же, перст! Я привезу к Сергсу твою фонову, спартанец! Попробуй! Твой рот прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй и пойдешь! Сергс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Давай же! Хватит злом! Ты умрешь! Даже мой сын дерется лучше тебя! Я убью тебя! И все сыновья Спарты станут дробами к Сергсу! Они скорее умрут! Кто сможет и так? Исб без армии, что защищает тебя! А кровью истекаешь ты! Мы спартанцы! Нас предали, мой царь! Сергс узнал о тропе в горах Они идут К рассвету вы будете полностью окружены Мы спартанцы Нам не привыкать Спартанцы Это слово забудут Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица Это был день, который персы не смогут забыть Завтра будет день, который запомнит Всяк живущий Наконец Ух ты! Надо же, Лейла Думаешь, то самое копье? Ну, конечно Книга лежала буквально на нем Впервые в жизни мне так повезло Ладно Запускай А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла Запускай, Виктория Как скажешь, босс Сейчас включу Обрати внимание С прошлого раза Кое-что изменилось За технологическим прогрессом В наши дни не угнаться Если не боишься Я включу максимальную Сенсорную синхронизацию Давай не будем торопиться Ясно Но если захочешь острых ощущений Я в любой момент могу изменить настройки Тут показано, сколько информации ты получаешь Находясь в анимус Мне нужна вся информация, что есть Я не собираюсь блуждать там вслепую Как скажешь Если передумаешь, дай знать Послушай, Лейла Пока ты еще здесь Если автор книги прав То это копье Может изменить все Источник этой информации весьма ненадежен Хоть Геродот и историк В его трудах говорится и о магии И о воле богов Он не Гомер Он был первым в мире историком Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется Если мы хотим найти артефакты Ису Почему бы не довериться человеку Который был знаком с их потомком? Знаю, но... Доверься мне Возможно, ты права И копье, и книга ничего не стоят Но если вдруг нет Нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми Ты права Да и терять нам особо нечего Но есть одна проблемка Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии А образцы ДНК на копье Принадлежат двум разным людям Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой Он выведет нас на правильный путь, уверенно Порядок, босс Мы готовы отправляться 431 год до нашей эры Начало Пелопонесской войны Удачи Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках В этот раз мы одолеем Абстерго Если Геродот не ошибся И мы действительно найдем артефакт Ассасины смогут возродиться вновь Ты справишься И еще, Виктория Прочитай книгу Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже Да, капитан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эх, спасибо за помощь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кажется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Жаль, что твое предупреждение запоздало Но это не важно Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино Все любят вино И все покупают вино, а я продаю Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии Я быстро учусь Сажаешь виноград и делаешь вино О, как все просто Ты должен понимать, что у меня есть план У Маркоса всегда есть план Ладно, ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно Хотя нет, то есть не сейчас Так достань их Конечно, Алексиос, конечно Но, может, ты сам забери их у торговцев сами Я в таком не силен, сам знаешь Я должен отнять свои деньги Они заждались тебя в сами, друг мой Что за торговец? Дурис Ты знаешь его, он славный Дурис? Ты выжил из ума Не давай ему деньги Он всегда возвращает Если его припугнуть Именно, это в общих интересах У Дуриса есть деньги У тебя работа У меня процент Кефовиния изумеетельна, правда? Где его искать? В Сами Лавка с видом на пристань Ты и так знаешь, Алексиос Будет ли он там? Ты путаешь меня с Пифией Откуда мне знать? Надеюсь, мои деньги у него Жаль продавать наш виноградник Считай, что деньги у тебя Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще Ладно, но я возьму коня Жарко, да и далеко для пешей прогулки Но подумай о выгоде, Маркос Это в общих интересах Верно, друг мой, верно Можешь выбирать Я выбрал И какого же? Беру коня в центре Чудный выбор, чудный Но у этой породы есть пара странностей Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь Вот этот Ты уверен, ведь... Да, Маркос Все выигрыши, всем хорошо Это сам великий Фобос Он никогда не подводил Фобос Приходи к храму в Сами Когда ты получишь Свои деньги А, Эфтерпа Вина еще достаточно Не бойся Не сейчас, глупец Фебу похитили Кто? Прихвостницы Клопа Кто еще? Утащили прямо с дороги Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее Да, иди Но не забудьте про Дуриса, Алексиос Отпустите Молчи или затяну веревку Получим за нее выкуп для Циклопа Никто меня не выкупит Все бедные Помолчи, Феба Маркос будет следующим Уведу отсюда Фебу Алексиус, я тут Спасай Ты жива? Да ничего В тот раз мне рот заткнули тряпкой Чтобы не кусалась Феба, будь Осторожно Ты теперь одна, ведь Родители мертвы Но у меня есть ты А у тебя я и Маркус Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки Не сдавайся, Борис Ага Вставай Ну Да, отец Спартанец Встает сразу Как упал Подними его Ноги шире Солдат Солдат Не должен упасть Да Да Нападай Довольно, Николаус Солнце садится Пора поесть Согласен? Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру Она ведь такая вкусная Нет, не ее Лучше меня Я вкуснее Да, да Ты сладкий как мед Давай Идем Мясо сгорит Вот Ложи ее спать Да, отец Сын Ты Моя главная гордость Не забывай Ты принесешь нашей семье Славу Иди Да Не переживай Чтобы быть как ты Главное присматривать друг за другом Кстати Те типы об этом говорили Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду Талос хочет тебя убить Талос? Наемник? Ах Когда же все это закончится? Лучше тебя опередить его Говорят, он очень жестокий Я найду дорогу в город Спасибо Сюда лучше не залезать Кур Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Без меня ты был никем, но ты прошел долгий путь От бродяги до мистия со своей лачугой А теперь циклоп отнимет у меня все Я не смогу всегда защищать тебя, меня убьют О, не бойся его, ты справишься Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Сломанным луком? Вот ты где! От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус Друзила, я только тебя вспоминал Правда? Мне нужна древесина, новые луки покорят весь остров Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам Конечно не можешь, я как раз вводил своего друга Алексиуса в курс дела Он уже придумал, как тебе помочь Так и есть, всегда готов Что я тебе говорил, можешь положиться на него Без разницы, с разбойниками нужно покончить Срочно! Чудная мысль! А мне пора спешить домой Алексус, я придумал, как разрешить нашу дилемму Приходи, как будет время Если нужна древесина, почини мой сломанный лук Хм, обычно я плачу после, но это дело ползёт, как улитка Идём за мной Я стану богатой, как крёст Луки настолько хороши? Грядёт война, а фининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть спарку И все выигрыши, ну да Ты что, Маркос? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть А ещё я слышала, ты спартанец Это было давно Я кефаланец Давай сюда Держи, как новенький Лук, достойный самого Геракла Попробуй Стреляй по этим мишеням Договор Добудешь древесину? Разбойникам пора потесниться Договор Я тебе помогу Наконец Маркусу очень повезло, что у него есть ты Я накажу разбойников Уж постарайся И побыстрее Я разберусь с разбойниками И в два счёта верну древесину Обещаю Потерпи Ха, знал бы ты, сколько Маркус кормил меня обещаниями Не говорил бы так Так, я тебе помогла Теперь пришла твоя очередь И быстрей Да это же воитель Маркуса Ха, неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашёл разбойников и отправил Каиду Дерево скоро прибудет Ты правда думаешь, что я поверю наёмнику? Я подозревал, что ты мне не поверишь Так что, вот Убедись сама Образец твоей особой древесины Мне пришлось нелегко Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона О, боги Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слово Не верится Мы разные, хотя работаем вместе Я верен слову Бери плату С Маркусом не делись Ну как там, Маркус? Как всегда Не отдал деньги и дал новое поручение Почему он тобой командует? Всё не так Просто из-за него я оказываюсь в сложных ситуациях Не позволяй ему так делать Спасибо за совет Пожалуйста Что ты хотела, Феба? Знаешь, Каусус Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь Лихорадка Моя подруга тоже заразилась Говорят, им могут помочь только боги Повторяю, я не бог Но и Кар Лишь птица Всё равно ты можешь помочь Ладно Разберусь с этим О, боги Что здесь произошло? Уведите их Вы убийцы Убийцы Если богам нет дела Мы должны победить болезнь сами Выбора нет Спасите! Он нас не отпустит Что происходит? Каусус поразила чума Умершим не было счёта Болезнь брала верх И нам пришлось вмешаться Наши родня и соседи Все мертвы Нам удалось выжить Но сейчас он убьёт и нас Боги покинули нас Больные должны умереть Или нас всех ждёт гибель Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли Нам пришлось действовать Выжечь болезнь Поразившую Каусус Неужели лекарства нет? Всё бесполезно Молитвы Жертвы Лекари нас боятся Солдаты не отпускают Боги не слышат наших молитв Но я даже не слышал о чуме Им уже не помочь Нет Не вмешивайся Или я буду вынужден Защищать волю богов Защити нас Сжалься Мы почти не больны Поправимся Этого не будет Только так Мы сможем защитить Всю Кефалинию От верной погибели Прошу У нас дети Как же они? Лучше иди своей дорогой, Мистей Отпусти их Что? Ты не бог Что за? Умрёт Ты их все Этот жрец из царства мёртвых. Посланник богов. Боги послали тебя. Нам пора. Нам нужна помощь лекаря. Но идти сможем. Но сперва вот. Возьми деньги. Знаю, этого мало, но больше у нас нет. Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланник богов, Алексиос. Доброго пути. Удачи. Прощай. А, вот и ты. И как раз вовремя. Я победил разбойников и добыл древесину. Я в тебе не сомневался, друг мой. Ну, твой план. Итак, я должен свести счёты с циклопом. Как и ты, мой непримиримый друг. Он бы не искал меня, если бы не ты, друг мой. Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Что ж, излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять. Так что мы команда. Ну, конечно. Скажи, чем дорожит циклоп? Людьми? Землёй? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Ладно. Мы украдём его. Ты тронулся? Сначала деньги. Теперь его глаз? С ним мы победим. И разбогатеем. Мы убьём двух зайцев одним глазом. Хе-хе-хе. Будет сопротивляться. Лишится обоих глаз. Нет, нет. Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и... Укради глаз. Надеюсь, он и впрямь ценный. Ты видел, сколько дают за обсидиан на кефалинии? Нет, не видел. То-то же. А это не просто обсидиан. Он с золотыми прожилками. Золотыми! Не зря циклоп бережёт глаз для особых случаев. Выручку мы отдадим ему. Она покроет часть долга. Виноградник дорого стоил. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиос. Это твоя сущность. Принеси мне глаз и поймёшь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернётся. Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? Учитывая, сколько избежалось, представляю. Я ведь просил не шуметь, но ты им задал. А всё, проклятый камень. Продав этот камень, можно купить дом. Купить дом, да. А вернуть долг циклопу нет. О, не грусти. Вспомни, как было весело. Да? Кому как. Мне не нужны неприятности, Маркос. Всё получится. Поверь, зачем мне лгать? Я лучше промолчу. Возьми глаз, но не продавай. Торговцы не поверят, что он наш по праву. Все знают, кому он принадлежит. Да. Чем в глазницу, лучше к нам. Думаю, хватит на сегодня. До встречи. Стой! Прибыла лодка. Я вижу её впервые. И? В нашем городе таких красавиц нет. Думаю, это циклоп с друзьями. Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно. Убей их. Одной заботой станет меньше. К тому же, с виду его люди богаты как крёс. Им хорошо платят. Сплошная выгода, друг мой. И правда, мне нечего терять. Брось! Тебя никто не одолеет. И где они? В заброшенном доме на восточном берегу. Кто знает, какие сокровища он таит. Отправь их к Аиду, забери всё и... Мы богаты! Часть сокровищ я оставлю себе, так и знай. Не пытайся спорить. И не драхмать до того, кто послал тебя. Остатки в уплату долга. Никак иначе. Что ж, ладно. Пусть знают, как у нас заведено. Или пролей кровь, или умри. Обычно я поручаю грязную работу другим. Может быть, ты знаешь, чем вывести это пятно? Подойдёшь ближе, крови будет больше. Может. Но тогда ты не узнаешь, что я хочу предложить. Умеешь убивать, молодец. Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой. Не со мной. На меня. Наемники. Судя по всему, бывшие. Так ты не работаешь на циклопа? С каких пор наёмники верят легендам? Я не о чудище. Я о человеке. Ты прибыл издалека. Что тебе нужно? Верно. Я не с Кефалинией. Меня привели сюда в поиски. Следуй за мной, Алексиус. Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры. Откуда я тебя знаю? Я действовал как ты. Спросил, мне ответили. Кто тебя прислал? Я ценю любознательность. Хорошо, полезно. Ты знаешь больше, чем говоришь. Знать о тебе в моих интересах. А в твоих узнать меня. У меня украли кое-что и увезли на Итаку. Саван, сотканный Пенелопой. Хочу выкрасть его назад. Саван Пенелопы? Жены Одиссея? А ты шутишь? Небольшой фрагмент. Что за вздор? Это была бы бесценная находка. Вот я и хочу вернуть ее. Итак, о большой остров. Мне нужны подробности. Начни с дома Одиссея. Бывшего дома. Прекрасная легенда. Единение сердец. Ладно, я берусь. Это будет непросто. И недешево. Тогда по рукам. В гавани тебя ждет лодка. Возьми. Только не выходи в открытое море. Заберешь Саван, встретимся в храме Зевса. Ладно. Да, мистей. Удачи. Саван, пенелопы. Воплоти. То есть в ткани. Алексиус, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь Саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, мистей. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, мистей. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше. А? Что скажешь? Что скажешь? Тебе придется уплыть с кефалинией. Так далеко, что можешь не вернуться. Я не убийца. Все бывает в первый раз. Что скажешь? Почему я? Тебя там никто не знает? Ты словно тень. Что ты можешь сказать о Мегариде? Это самые ценные земли в Греции. С военной точки зрения, конечно. К несчастью для местных жителей, у них два могучих соседа, и они не хотят жить мирно. Каринф и Афины постоянно сражаются за Мегариду. Кто этот полководец? Его зовут Волком. Он тебе чем-то насолил? Да. Я теряю деньги. Он мешает вести дела. Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Плавать по морю весьма опасно. Грядет война, и волк не на той стороне. Война? С кем? Ах, греки вцепились друг к другу в глотки. В какой дыре ты жил всё это время? На Кефалини. Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе. Я тебя не подведу. Как сделаешь всё в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников. Добрый корабль, Телеменес. Алексиус! Так и есть. Корабль для хорошего капитана. Капитана при деньгах. За сколько ты готов расстаться с ним? О, за сотню тысяч, пожалуй, не меньше. Сто тысяч? Да у кого они есть? У того, кто и правда готов купить. Думаешь, такие корабли раздают просто так? А может, обменяешь его на обсидиан? Я уже сказал, сто тысяч драхам. К тому же, на таком корабле и команда должна быть с армией размером. Это Кефалини. Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова. Моря сейчас опасны. Опаснее обычного. Это самоубийство. Немного от тебя пользы, Телеменес. Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам вас с Маркосом ищет циклоп. Слухи ничего не значат. Не верь всему, что говорят. Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептос. Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос. Осторожней. Этот одноглазый варвар опасен. Значит, можно взять корабль и расправиться с циклопом. Два зайца одним камнем. Боги, свидетели, клянусь! Какие боги? Неужели так важны? Все боги, клянусь! Все, что есть! Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах! Отпусти его. Никто на этом острове не смеет говорить этого! Он сказал циклоп. Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так! Я тебя... Но ты жирный, то есть большой и сильный. И у тебя, правда, один глаз. Глаз! Отдай! Отдай, и я поищежу твоего друга Маркоса! Отдай мне глаз! Отдать? Отдай, и ты! А, ты... Так возьми! Играет музыка Главная деревня стала гнездом беззакония и преступности. Нельзя больше откладывать. Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии. Видит Зевс, кефалонийские разбойники не шутят. Рад, что ты со мной. Они тебя боятся. Спасибо тебе. Тому, кто всю жизнь провел в море, было бы позором утонуть в глиняном горшке. Ах да, забыл представиться. Я Варнава, капитана Дрести. Что ж, Варнава, рад познакомиться. Я Алексиос, наемник. Ха-ха-ха! Уверен, что ты здесь не случайно. Ты о чем? Когда меня окунули под воду, я взмолился богам. А когда вытащили, там был ты. Ты позвал, я откликнулся. Многие говорят, что в их жилых кровь богов. Но ты первый, кому я верю. Так у тебя есть корабль? Конечно. Упаси меня боги застрять тут навсегда. И где он? Благодаря тебе все еще в гавани сами. Я спас тебя и твой корабль. Ты теперь мой должник. А ты хитер. Знаешь, кого ты мне напомнил? Меня! Ха-ха-ха-ха! Только намного моложе. До того, как я нашел цель в жизни, ты лишился глаза. Ты уходишь от темы. Ах да! Прошу прощения. Я обязан тебе жизнью. Чем скромный Варнава может отплатить могучему Алексиусу? Мне нужен корабль и команда. Ха-ха-ха-ха! Ну, разумеется! Ты согласен? Я и мой корабль к твоим услугам. Ты впрямь не из этих мест. Ха-ха! О, нет! И слава богам! Пойдем, покажу тебе адрестею. Когда пожелаешь, капитан? Стой! Подожди, Алексиус. Я собрала все, что нужно. Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я. Феба, ты еще мала. За тобой некому присматривать. Этого и не нужно. Я сама могу справиться. Как-нибудь в другой раз. Хорошо? Но я не буду мешать. Честно. Раз мне нельзя, возьми Хару. Хару? Орлицу. Мою подругу. Подарок моей мамы. Ну, пусть будет с тобой. Напоминает обо мне. Станет твоей подругой. Спасибо. Хорошо, что ты спас Кину. Мне будет с кем играть. Береги ее. Вдруг болезнь еще не отпустила. Обещай, что когда-нибудь мы увидимся. Обещаю. Обязательно увидимся. А до тех пор будьте умницей. Не волнуйся, Буду. Ладно, до встречи. Олексиос! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может. Не может. Ты ведь уже здесь. Прощай, Маркос. Мы были прекрасной командой. А теперь расстаемся. Конечно, без помощника мне не обойтись. Но тебя не заменить. Ну что, обнимемся? Обнимемся. Будем проще. Сразу видно деловой подход. Чем будешь заниматься теперь? Пить вино. Хотя оно, конечно, может выдохнуться. Но я всегда готов к приключениям. Кстати, милая Феба, для тебя есть задание. Задание? Да. Как думаешь, оно достойно занять твое место? Готов отплывать? Готовь, корабль. Отплываем. Славно. Мы и так задержались на берегу. Пора в путь. Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду. Мегариду. Но ведь там идет война. Я должен убить одного полководца. Кого? Его имя Волк. Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул определила ее судьбу. Если она не умрет, Спарта падет. Останови их. Нет. Она не опасна. Она поможет. Она поведет нас. Оракул. 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 Нет. Не надо. Нет! 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 Убийца! Он убил его! Проси его вниз! Змой с себя этот позор! Заплати жизнью за жизнь! Он не такой, как мыс! Не слушай! Николаус! Не слушай! Нет! Нет! Не слушай! Николаус! Не надо! Да! Отец! Николаус! Стой! Николаус! Нет! Николаус! Николаус! Послушай! Злени на меня, Николаус! Нет! Не слушай! Николаус! Я сквернен! Избавь себя от скверны! Отец! Ради спарты! Нет! Отец! Нет! Нет! Мой отец! 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 Спарты! Мой отец! Спарты! Спарты! Мой отец! Восторговый Субтитры! Позволь в грудь! Мой отец! Заставка! Скажиagian! Всё! «Отец!» Чудесный морской бриз! На палубе всегда так качает! Ха-ха! У тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке! О! О чём ты? Ну, пока циклоп мял мне бока! Его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно. Хорошая проверка для команды и корабля. Вперёд! Поплыли! Ну-ка, проверим паруса! Вон он! Готовь скоростей! Держитесь! Приготовьтесь к бою! Полезай! Поплыли! Вперёд! Поплыли! 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 Они готовы! Вперёд! 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 Кажется, у меня получается. Из-за этих пиратов сгинули мои товарищи. спарта и афины рвут друг другу глотки и в море стало опасно нам нужны новые члены команды я знаю отличного лучника он мог бы нам пригодиться где его найти ну его придется убеждать о чем ты доставь его на борт и я его уговорю драхмы подсластят сделку он должен быть без сознания нет-нет нужно лишь немного его усмирить потом доставить на корабль для беседы все будет хорошо обещаю украшения довалить быстрее зареги будь осторожней там полно пиратов Отправите кара разведать обстановку. Он найдется. Вот и он. Готовы причалить? Скоро мы отчаливаем. Ты с нами? Вроде подходящий. Вот он. Он станет ценным членом команды. Этого хватит? Не беспокойся. У нас еще будет возможность набрать в команду больше людей. Думаю, они нам понадобятся. Держим курс на Мегариду. А ну, шустрее! Нас ждет бой! Они готовы стрелять! Готовы к рушке! Не стреляйте с далека! Готовы к рушке. Готовы делали к рушке. Этого хватитooo к рушку! Неушеник! Готовы ухраны! Ли- копирует! Октяк�� джером, бегом! Этого хватит бь senate! Готовы к рушке! Хочи джемплым! Послуха не горит. Зона самых ожесточенных боев. Спартанцы собираются с силами, чтобы вытеснить Афинин из региона. Ревцы, ну! Живей! Волк не берет пленников! Вот. Афинский пес Перикл боится вас. Прячется в Парфеноне с драматургами и софистами. Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя. Он знает, как вы сильны. Он знает, что дни Афинин в Мегариде сочтены. Он знает! Что дальше? Черед Афин! Уру! Ты? Ты прорвал блокаду Афинин? Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чем ты говоришь? Волк мой отец. Так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провел меня, но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придется огорчить тебя. Ты точно тут за все в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наемнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены, но Мегарида по-прежнему в руках Афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы – наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазучики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей стороне. Афиняне уже нашли наемника. Так что им помощь не нужна. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афинян на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазучикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афиняне хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания. Что нужно уничтожить? Все, что пригодится Афинянам. Ищи припасы и оружие. Поиски стоит начать с порта Ниссая в долине царя Лелика. Первым делом все припасы привозят туда. Где найти лидера Афинян? Он в Мегаре. Под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат, уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афини на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим. Отправь афинских псов к Аиду, Мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Лидер Афинин мертв. Мне нужно вернуться к Стендеру. Я слышал добрые вести от командиров. Что скажешь мне ты? Командир Афинин мертв. Мегарида падет. Пора. Волк дал приказ к нападению. Я рад, что ты придешь к Славе вместе с нами. Я горд, что мы бьемся вместе. Да. Ты заслужил это. Мы победим ради Спарта и волка. Пойдем. Нам нужно в лагерь. Я готов. За мной. Нужно подготовиться к битве. Расскажи мне про волка. Он великий человек. И приведет Спарту к победе над... Нет, нет. Каков он как человек. Как отец. Он... Его обожает. Он по-своему заботлив. Но иногда я... Да? Ничего. Просто иногда он будто не здесь. И я чувствую его печаль. Он полководец Спарта. Но он человек из плоти и крови. Жизнь нельзя прожить без сожаления. В таких битвах мне бывать еще не доводилось. Говорят, где-то здесь бродит чудовищный рек. Вот бы сразиться с ним. Ну что, готов сокрушить Афинян? Война ждет нас. Убьем Афинян! Пусть Парта гордится нами! Афинян! Ну и... Субтитры сделал DimaTorzok Волк вызывает к себе наемника Мы прибудем через пару минут К сожалению, он хочет видеть только его Что? Я сказал, что Волк желает Я слышал, но не понимаю, почему? Таков был приказ Что ж, ладно Пожалуй, я займусь своими делами Волк ждет Ты неплохо дрался Для наемника Волк не любит ждать Вот и все Не знаю, что и сказать Убийца! Он убил его! Повезю! Значит, мы обязаны победой тебе Скажи свое имя Чтобы я мог поприветствовать тебя Здравствуй, отец Давно не виделись Не может быть Ты упал Я не упал Ты сбросил меня! Действительно то, что требовал от меня Спартанский долг Я смирился с этим Пора и тебе Ты же мой отец Ты должен был защищать меня! Ты совершил глупость Вынудил меня! Мне пришлось спасать сестру Вместо тебя! Оракул повелела Убить Кассандру Ее слово, закон Ты же знаешь! Больше ты не будешь Прикрываться чувствам дома Хватит! Прошлое не изменить Я спартанец И умру им Наемнику Который принесет Твою голову Полагается Щедрая награда Поэтому ты здесь Тебе не убежать От прошлого Пора ответить За все Ты заслужил смерть Но умщений нет чести Ты должен взглянуть в лицо прошлого, отец И эта участь страшнее смерти Я не выполнил свой долг Не защитил тебя Не спас вас обоих Я любил тебя И твою сестру Как своих собственных детей Но это не так О чем ты? Этот вопрос лучше Задай своей матери Стой Найди свою мать Зачем? Где бы Мирин не была Она знает больше, чем я Куда ты идешь? На поиски чести Остерегайся змей в траве Алексеус Итак Ты убил отца? Приемного отца Ну думаю В таком случае Боги не будут с тобой Строги Николаус вырастил меня Обучил Он был моим отцом Хоть и пытался меня убить Это плохо или нет Не важно И только у тебя были трудности в семье Да Я рад, что ты со мной, Варнава Это взаимно Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать Она жива, Варнава То есть Николаус так думал Отлично Слава Гере Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду Там меня ждет Элпинор Он должен мне деньги И разговор Добро, Алексеус Заодно можем попросить Совета у Пифии Эльфийский Оракул Знает ответы на все вопросы Слова Оракула Разрушили мою семью Устами Пифии Говорит сам Аполлон Тот, кто не слушает Оракула Может навлечь на себя беду Если бы мы не стали слушать ее Моя сестра не погибла бы А мать не пропала Ну хорошо Ты знаешь, где искать Элпинора? Верно? Он в лагере паломников Но Перед смертью Николаус Предупредил меня о змеях в траве Похоже, тебе нужно подготовиться Пусть лучше Элпинор готовится Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах Как покончишь со змеями О, Алексеус! У меня совсем из головы вылетело Твой дом постигла ужасная участь Тот старый дом? Да он едва стоял, такой был ветхий Я о Кефалини На острове свирепствует болезнь Она пришла из Каусаса Столько людей погибло А лекарства нет Малака Жрец был прав Только скажи, и мы сразу отправимся назад На Кефалинию Спасибо, друг Я это запомню Вперед Элпинору многое придется объяснить А, Мистии Какие вести? Волк Мертв Отлично Твои деньги Как и обещал Думал, буду торговаться? Что ты, Алексеус Не каждый день я приказываю кому-то убить отца Но он не был твоим отцом Верно? Как ты узнал, что Николаус не был моим отцом? Люблю театр И искусство в целом Великий полководец Сбрасывает своих детей со скалы По воле Оракула Великая трагедия То есть, моя жизнь Развлечение? О нет, мой друг Искусство Знаю, знаю Тебе нужно все обдумать Идем Скажи, Мисти Узнал ли ты что-нибудь новое от Волка? Он сказал, что моя мать Жива Боюсь, ненадолго Что ты имеешь в виду? Что ты принесешь мне ее голову Ты выжил из ума? Ты променял жизнь отца на горсть монет Я подумал, что ты жаждешь смерти своих родных так же, как и я Малака Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык Я разочарован Смерть близко Элпинор сбежал, как последний трус Нужно обыскать его дом Письмо Элпинору О, Феба Ты привела его ко мне Он ищет какую-то женщину Что от нее хочет этот скользкий гад? Грузовой манифест Элпинор шлет оружие из партии и Афинам Хочет, чтобы война не прекращалась Встречал я опасных людей Но Элпинор самый страшный из них Я загляну под каждый камень Обыщу каждый уголок Найду и убью эту змею Алексиус Здесь прекрасно, правда? Боги так близко Я чувствую присутствие Аполлона Как дела с Элпинором? Поговорим об этом позже Кто это? Простой паломник Он был у Оракула Я спросил, так ли она всесильно, как говорят Ну? И как? У меня больше вопросов, чем ответов А то она и Оракул! Ты не соврал Это и правда Копье Леонида? Само сорвалось языка Было бы хорошо, если бы ты поменьше был там Просто он интересуется легендами, как и ты Я думал, вы поладите Как же? Ты узнал Копье, лишь взглянув на него Ты не простой паломник В Дельфах всё сложнее, чем кажется. Даже я. Меня зовут Геродот. Я историк. Или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Это правда. Почему ты скрываешь своё имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу. Людей гонят прочь. Ты сомневаешься, можно ли верить Пифи. Что она сказала? Я спросил её, как нам закончить войну. Она ответила, весне не следует желать зимы. Она несёт ей погибель. Как мудро. Я не понял ни слова. Ну, поэтому она там, а мы здесь. Уж угрозу-то я узнаю. Ха-ха-ха-ха! Ты слишком долго жил на Кефалинии. Безумие какое-то. Неужели столько людей хотят увидеть Пифию? Это не просто люди. Каждый город присылает сюда послов от имени своего народа, чтобы получить совет. Пифия решает судьбу не только отдельных людей, но и всего греческого мира. Огромной властью обладает тот, кто вкладывает слова в её уста. Это Аполлон! Само собой. Я представлял Дельфы совсем другими. Здесь всегда было так. Нет. Раньше в Дельфах были рады гостям. Всему виной война. Политики используют Пифию в своих целях. В военное время пророчества вызывают волнение. Держи оружие в ножнах. Кровопролитие считается оскорблением Аполлона. И сурово карается. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь. Да я состарюсь раньше, чем дождусь. Ха-ха-ха! Да ты шутишь! У тебя нет недостатка в оружии. Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ха-ха-ха! Ладно. Но если что-то пойдёт не так, виноват будешь ты. Он потрясающий, правда? Я хочу увидеть Пифию. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять место в очереди. Я похож на того, кто готов ждать. Я хочу... Я хочу... Я хочу... Я хочу... У меня... Я хочу... Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай, мудро смертный. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать? Я лишился матери и хочу найти ее. Где она? Это ты? В моем видении? Дитя на скале? Откуда ты знаешь? Уходи отсюда. Иди. Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. В Каососе ты бросил вызов жрецам. Ты спас девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос. Ифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов. Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет, Джек. Она видела меня ребенком на скале. Любой мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделал? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком? Слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Ты многое знаешь о Пифии. Где ее найти? Если ее нет в храме Аполлона, значит, она в своем доме, в хоре Дельф. Не могу же я врываться во все дома подряд. Дом Оракула будет несложно узнать. Она единственный человек в хоре Дельф, который может позволить себе жить в роскоши. Где в хоре Дельф находится дом Пифии? Я слышал, она живет на окраине. Но помни, ее охраняют. Не все являются к Оракулу с благими намерениями. Я разыщу дом Пифии и получу ответы. Алексио, вспомни, где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет. Стража! Не бойся. Мне просто нужны ответы. Пифия – священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Я всего лишь ищу свою семью, а все вокруг только лгут или пытаются убить меня. Ты первая, кто хоть что-то знает. Если я скажу, меня убьют! Я остановлю их. Помоги мне, и я устраню угрозу. Хорошо. Только поторопись. Чем дольше ты здесь, тем больше мы рискуем. Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена. Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Я был в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя ты. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Расскажи, где искать культ. Скажи, где они, или будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек, проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Элпинор! Он служит культу? Я не уверена, но если да, то у него есть все, что тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. Пусть свет Аполлона приведет тебя к твоей семье. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? Ну, что тебе сказала, Пифия? Меня ищут жрецы культа космоса, но я найду их раньше. Они собираются в тайном зале под храмом Аполлона. Так это правда? На что-то они годятся. Одурачили меня. Туда не попасть без маски и плаща. По ним адепты культа узнают друг друга. Храм Аполлона легко найти. Он рядом с пещерой Геи. Но как ты проникнешь туда? Нужны плащ и маска. Пифия сказала мне все, что нужно. Встретимся у храма. Но сперва я убью Элпинора, этого проклятого лжеца. Это даже не удивляет. Элпинор! Ах ты трус! Элпинор знал, что я приду. Отправил самозванца и заманил меня в ловушку. Все кончено, Элпинор. Ты умрешь, как и твой двойник. Я чую его вонь. Как жанны. Мы бы осыпали тебя Драхмуре до того, как убить. Не принимай близко к сердцу. На самом деле нам нужна твоя мать. Драхмуре до того, как убить. Смирись. Культ получит желание. У нас уже есть Деймос, и мы найдем твою мать, а ты умрешь. Ты совершаешь ошибку. Мне не стоило верить тебе на Кефалинии. Ты жив только благодаря мне. Культ хотел твоей смерти. Какой культ? Где они? Какой удивительный кристалл я нашел у Элпинора. Лучше его беречь. Значит, это их тайный зал. Я смотрю, они не скрываются, да? Что ж, мы пришли. Место собраний культа. У нас под носом. Я захожу. Постережешь мои вещи? Оружие лучше оставить здесь. Вряд ли им оно придется по нраву. Как я выгляжу? Зловеще. Хорошо. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Я? Ты поздно. Так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я... Я здесь впервые. Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй. Здесь так много людей? Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень, очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря. Мы все единое целое. Здесь нет войны и нет сторон. Ты назвала имя Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает. Но нет. Она наше оружие. С ней непросто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Поговорю с остальными. Спасибо. Да-да, пока мы ждем Деймос. Кто знает, сможешь ли договорить потом. Субтитры сделал DimaTorzok Пока от нас хотят лишь крови, как бы не потребовали руки. Давай, давай, теперь твой черед. Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью, мать, отца, брата. Они нужны нам, все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Что будет с матерью? Сделай милость. Говори тише. Мы используем ее во благо, если сможем ею управлять. Вы нашли ее? Нет. Но этот момент близится. Поверь мне, она следующая. Расскажи о Деймосе. Она показала нам все, что нужно. Она инструмент, орудие культа. Тому, кто так изменчив, нельзя доверять личные сведения. Мне пора. За наше дело. За него. Мне нужно больше сведений, чтобы выявить культистов. Ты не слушаешь. Ты не убедил меня. Эй, мы хотим услышать твое мнение. Зачем тратить силы на тщетные поиски? Лучше сплотиться и покорить Афины. Нужно устранить непосредственную угрозу. Мы должны убить Перикла. Без матери не выйдет. Без нее мы недостаточно сильны. Не говори этого при Деймосе. И нам сейчас нужно искать отца. Мы знаем, кто мать. Разыскивая отца, мы зря потратим силы. Что думаешь? Нам лучше найти отца или мать. Мать. Верно. Подумай хорошенько. Моргнуть не успеешь, как Перикл укрепит оборону. И мы упустим шанс. Прошу меня извинить. Еще как, слушай. Просто ты не прав. Сейчас нам нужно найти отца. Я здесь. Что еще, Бамар? В чем дело? Твое лицо, как маска Мельпомеды. Твои родные живы пока. Я... Не трогайте их. Прошу вас. Все в твоих руках. Но ты будешь слушаться, потому что знаешь, что им грозит. Прошу. Нет. Мы убьем их, твою жену, сына. Зачем тебе тогда жить? Мне зачем. Именно. Возьми себя в руки, Маллака. Визжишь, как свинья на бойне. Я понял. Клянусь. И я убью его. Отпусти. Любишь смотреть, да? Так сделай следующий шаг. Давай, преподай урок этому нахалу. Что он натворил? Да какая каиду разница? Повинуйся. И без вопросов. Я... Я подвел вас. Я испугался. Но это в прошлом. Ты с художником не можешь справиться. Что случится, когда тебе прикажут убить Архонта? Я справлюсь. Я убью Фидия. Не хочу. Ну что ж, придется захотеть. Я так сказал. Бери! Нет. Он твой. Не умеешь ты веселиться. Ну, мне же лучше. А будешь морочить голову, получишь еще. Т ascmen. А не то запачкаешь одежду с нее кровью. Ты! Что-то приходил к тебе домой и убил страшных уходов. Двори, Лоб или Изону, твой милый личико. Прошу, умоляю, мне пришлось. Он угрожал меня убить. Дон, тебе конец! Что ты ему сказала? Отвечай! А то появится другой повод плакать. Как бы я хотел вмешаться, но если меня разоблачат, все это бессмысленно. Это письма культистов. Боги! У них есть свои люди по всей Греции. Все куда серьезнее, чем казалось. Странно. Я что-то чувствую. Эта пирамида, как тот кристалл, что был у Элпинора. Спецназа! Субтитры! Мама! Аплодиск! 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 А, последний фрагмент. Теперь всё готово. Стоит мне взглянуть на неё, я слышу песню. Песня Силь. Зовёт ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Ты выжил из ума? Я... нет. Она же ещё не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Элпинор мёртв. Среди вас... Предатель. Артефакт... Укажет на него. Ты! Все... Пройдут проверку. Ты... Давай. Давай. Все. Иди. 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 Кассандра? Иди. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Геродот! Я цел, я цел. Легенды правдивы. Это копье Леонида, царя-героя. Где были союзники Спарты? Среди греков не только спартанцы желали дать отпор к Серксу. Многие были готовы сражаться плечом к плечу с Леонидом и его войнами. Но когда великий царь увидел в их глазах страх, он отправил их домой. Это не храбрость, а безумство. Предсказание Пифии гласило, что персы лишат Спарту либо свободы, либо царя. Леонид сделал свой выбор. Что стало с Леонидом после той битвы? К Серкс славился тем, что чтил воинов, отважно сражавшихся против персов. Но Леонид настолько его разгневал, что К Серкс отрубил ему голову и насадил на пику. Затем, в суровом бою, спартанцам удалось вернуть останки царя. Теперь он покоится там, где должен. В Спарте. А что стало с предателем и Фиальтом? К Серкс заплатил ему, но одна измена влечет другую. За его голову назначили награду. Он умер, так как жил трусом. Ты знал, что так будет. Я не знал, но предполагал. Есть место, которое мне кажется мифом. Казалось. Необычная постройка на острове Андрос. Странные рисунки на камне. Не похожие ни на что. Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации. О народе, что был до нас. Твое копье связано с тем местом. Ты говорил про народ, живший до нас. Кто они? Они не боги, но жили намного дольше простых смертных. И знали гораздо больше. Я видел рисунки, символы, указывающие на то, что их цивилизация создала людей. И дала им огонь. Но Зевс винил Прометея. Да. Возможно, его орел клевал не ту печень. Копье признало тебя, Геродот. Я тебе верю. Ты понимаешь. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти мать. Обещаю. Но сперва мы должны попасть на Андрос. Встретимся на корабле. Добро пожаловать на Дрестию, Геродот. Ты отправишься с нами? Мне нужно обожать. Дело требует на его внимание. Геродот помогает мне искать мать. Геродот просил помощи у богов. Сама судьба столкнула нас. Мы можем не понимать, что задумали боги, но должны следовать и праву слуху. Боже ты, брат. У нас с Геродотом общие враги. Элкинор, да? Он член... был членом культа космоса. Они используют Оракула, чтобы управлять Грецией. Самого Оракула? Невозможно! Аполлон не допустил бы. А теперь они ищут мою мать. Я должен найти её первым. Думаю, они не пощадят тех, кто встанет у них у детей. Клянусь, Гермясо. Сначала Оракул, теперь этот культ... Кто у них главный? Я не знаю точно, но... Похоже, что моя сестра. Твоя сестра, как же сложна твоя жизнь. И не говори. Но не волнуйся. Теперь у культа космоса три новых врага. И один из них берётся подобно Ресу и мечет молнией подобно Зевсу. Мы обрушим на них гнев богов. Он всегда видит лучшее? Всегда. За это и любим. Посейдон, неси нас в Афины! Сперва заглянем на Андрос. Дождь, да Андрос! Раз уж мы собрались на войну, нужно заняться моим кораблём. О чём речь? Ну, старушка сейчас не в лучшем состоянии. Нужно было сказать об этом раньше! Где во имя Посейдона мы найдём припасы? Отец говорил, море берёт своё. Нужно поступать так же. Здесь немало пиратских кораблей. И на них наверняка найдётся то, что нам пригодится. Так чего же мы ждём? Начнём охоту! Теперь у нас есть всё, что нужно, чтобы улучшить корпус корабля. Здесь небезопасно! Надо быть на чеку! Алексис, я давно хочу задать тебе один вопрос. Давай. Копьё. Откуда она? Мама сказала, что спартанские солдаты принесли его ей из фермопилы. Ей? Почему? Леонид был её отцом. Не может быть. И эти видения. Копьё пытается помочь указать путь. Не только. С ним легче в бою. То есть? Не могу описать. Так будто я знаю, что сделает мой противник в следующий момент. О, потрясающе. Это просто невероятно. Это что, дверь? Таких я ещё не видел. Как же мне попасть внутрь? А может быть... Кто здесь? Покажись! Нерешительность приближает... Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи. Твоя воля сильна. Но ты не действуешь. Я собирался! Знаю. Но всё решает миг между замыслом и действием. Ты уже не дитя. Копьё отца – это великое бремя, но... Ты готов. Я чувствую! Копьё! В нём магия! Оно наделено древней силой. Им владели величайшие герои. Мы принадлежим к тому же роду. Наша семья. Все мы? Подумай о Леониде. Он был отважным воином и принёс величайшую жертву. В тебе его кровь, а ещё его сила. Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие. Это дар нашей семьи. Но не все понимают это. Некоторые, узнав о нашей силе, захотят заполучить её. Отнять её у нас. Я не позволю. Знаю. Ты воин. Если всегда идти вперёд, только вперёд, нас не трогут. Буря грядёт. Значит, пора двигаться дальше. Мама, я помню о тебе. Мама, я помню. Убоги. Кто мастер? Как объяснить такое человеку вроде Маркоса? В центре что-то светится. Кузня активна. Кузня активна. Хрон-синхронизирует трансляцию. Контакт установлен. Дэймос. Кузня. Дэймос. Долго же ты была в симуляции. Совсем себя не жалеешь. Ты не понимаешь. Догадка верна. Алексиос не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. Представь, какие это возможности. Признаю, потенциал невероятный. Но как врач, я должна о тебе заботиться. Сейчас тебе надо как следует отдохнуть. Хорошо. Но только потому, что и тут есть чем заняться. Нет, просто отдохни. А то начнется просачивание, и ты всех нас убьешь. Потому что примешь захетов или фракийцев. Да брось. Фракийцы, кстати, умеют пировать. И помни, мы команда. Мы будем прикрывать тебя сколько потребуется. Знаю. Киоси следит за безопасностью. Вчера он возился в локте. А Лана занята исследованиями. А со мной можно поговорить, если в анимусе что-то пойдет не так. Вечный терапевт. Мы подобрались к Жезлу ближе, чем когда-либо. Что думаешь? Да, это очень ценный артефакт. Но другие Жезлы Эдема удавалось найти и раньше. Один из них Никола Тесла взорвал в России, если я ничего не путаю. Это другое. Если то, что я видела в Египте, правда, Жезл управляет не разумом, а законами физики. Времени. С ним можно изменить саму суть вселенной. Но ведь копье у нас, и вроде бы мир пока не рухнул. Просто копье связано с родом. Леонид, Алексиус и Деймос, в смысле, Кассандра, были с ним едины. Уверена, что Жезл Гермеса подчинится тебе? Нет. Но попадем к тамплиерам, они найдут того, кто с ним справится. Кстати, как тебе мой новый Анимус? В смысле, наш новый Анимус? Это оборудование Абстерго. Я модифицировала здесь каждую мелочь. Это прототип консоли Анимуса. Брахманская версия с повышенной пропускной способностью. Портативная, но мощность у нее выше, чем доступно НАСА и ЦЕРН. Пойду разомнусь. Вот бы сейчас оказаться в тренажерке Абстерго, да? Членство у них дорогое. Орлы ничего, но ручная обезьянка куда круче. Центр вселенной, четырехсотый год до нашей эры. Вот это да. Лейла, поговорить с Геродотом, это невероятно. Да брось, он любит поболтать. Тебе помочь еще с чем-нибудь? Ну как, данные исследований подтверждаются? Я меняла настройки Анимуса, опираясь на тексты из книги. Эта книга – утерянный труд Геродота. Он первым решил вести хроники исторических событий. Все личности подходят под описание. Клеон, Перикл. Ради возможности увидеть прошлое, я и вступила в братство. Многие хотят вершить справедливость и прыгать по крышам, но только не ты, да? Я стала увлекаться историей после рассказов деда про своего деда-ирландца. Моряка и искателя приключений. Так что я продолжаю традицию. Это большая удача. Удача – это миф, помнишь? Мне уже не раз говорили. Я знакома с Геродотом, но мало что о нем знаю. Он просто гений. Его история считается основной книгой того периода. Столько ученых сделала карьеру на оттолкование этих текстов. А возможность увидеть Геродота в обычной жизни... Просто, можно сказать, это мой кумир. Фанатей осуждать не буду. Да! Ладно, работай. Будет что-нибудь нужно, только скажи. Интересно, близнецы Фрая узнали бы Лондон? Хотя, крыша есть крыша. Как у тебя дела? Ну, угроз не замечено. Приятно снова работать вместе. Полагаю, наши методы совместимы. Все еще расстроены за последние стычки с Абстерго? Прости, я не знала, что в Квебеке такие крутые холмы. Но ты и твои рефлекции якудза спасли нас. Прости, бывшего якудза. Мы все живы, и наши раны затянулись. Вот что важно. Конечно, я вернусь в Анимус. Пройду по следам Геродота и найду Жезл. У меня так много возможностей, так много путей. И никак не узнать, какой из них верный. Ты был главой в Японском Братстве. Что бы ты сделал? Делай все по порядку. Наблюдай, затем действуй. Или убей всех и обыщи карманы. Твой выбор. Спасибо, что приглядываешь за нами. Не буду мешать. И я скажу, если замечу Абстерго. Третий эшелон. Или четвертый. Жаль, что пришлось уйти. Я бы выпила еще Карибу. Ты уверена, что хочешь вернуться в Анимус? Мне кажется, ты пробудешь там еще долго. Да. Я готова вернуться к Алексиосу. Ладно. Я пригляжу за тобой. В моем копье сила. Культистов ждет смерть. Что ж, Геродот будет рад. Здесь явно кто-то побывал задолго до нас. А Леонид знал об этом месте? Поговорим. Тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть. Кассандра, ты жива? Не трогай. Ну же, сестренка. Тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ну, а ты мне нет. Это не важно. Нам с тобой о многом нужно поговорить. О, да. О твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья. И мы с тобой смогли выбраться из парты. Да. Он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы. Думаешь, все так просто? Ну же, Кассандра. Давай поговорим. Не зови меня так. Я уже знаю, что произошло. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Так зачем ты им служишь? Ты что, меня не слушаешь? Это они служат мне. Так сделай свой выбор. Помоги найти мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут, значит хотят убить. Ты не знаешь, где она, значит... Она и тебя бросила. Грустно. Нас бросили, но мы все-таки выжили. Мы могли бы все вернуть. Надо лишь найти ее. Служителям культа чужда сентиментальность. Семья – ничто. Мы хотим править миром. Если они и правда охотятся за нашей семьей, Николауса они не найдут. Он исчез. Я сам его искал. Мы нашли тебя, пропавшее дитя Николауса. Найдем и его. И он пожалеет, что сбросил меня со скалы. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду, Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе. Ты могла бы помочь. Ага. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети, в поисках мамочки. Ты слаб. Это ответственность, а не слабость. Я не откажусь от своей семьи. Ответственность. Как высокопарно. У культа есть план, и никто не помешает его осуществить. Схватить твою мать им было мало. Мы не похитители. Мы политики. Тот, кто не поддерживает нас – наш враг. И он заплатит за это. Как я. Как ты. Говорят, ты собрался в Афины? Скажи Периклу и его сброду, что грядет их черед. Но культ пощадил Мирин и Николауса. Что изменилось? Ты выжил. Ты виноват во всех бедах. Культ могущественен. Но они смертны. Во мне течет кровь богов. Они думают в тебе тоже. Но поймут, что ошибались. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. Безрассудность – это семейная, верно? Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. И все же мы нашли друг друга. Говорю же, не трогай. Деймос! Малака! Геродот. Нужно рассказать ему, что произошло. Ну, легенда правдива. Как это было? Что случилось с тобой и копьем? Тише, Геродот. Копье обрело силу. Я чувствую. Ты был прав. Там был какой-то артефакт. Он показал мне видение. Оно с мамой. Значит, древняя цивилизация реальна. Алексиос, ты не представляешь, какая сила заключена в копье Леонида. Это еще не все. Деймос выследила меня. Она рассказала, что культ начал действовать. Они ищут нас. Мою семью, Перикла. Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно. Мы плывем в Афины, предупредим Перикла. И нужно найти мою мать раньше культа. Значит, нас ждет Пникс. Если Перикл жив, он там. Разыщи меня в Афинах. У холма Пникс. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен. Но мы должны объединиться ради славы Афин. Слава тебе! Друзья! Друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен. Но зачем же уподобляться им? Афинах. Офинах. Сочный плод. Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Орфенон великолепен, Перикол Но какова цена? Сколько трилем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться Мы и так разобщены Спартанцы побеждают Кто-то должен действовать, Перикол О, боги, ты здесь Все хуже, чем я думал Клеон собрал толпу Надо спешить Куда? К Периклу Назад Он не угроза для Перикла, уверяю А, Геродот Все хорошо, пропустите Рад вновь тебя видеть, Перикл И я тебя Жаль только, что при каких обстоятельствах А это кто? Алексиос Здравствуй, Алексиос Как тебе то, что творится в Афина? Думаю, вы с Клеоном оба правы Правота отнюдь не то, что волновала толпу Они боятся, а Клеон потакает им Перикол, мы тут, чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине Ладно Мы пришли сюда по важному делу Как и все прочие Я сказал Алексиосу, что ты пригласишь его на симпосию Ты просишь меня исключить всех афинен и вместо этого позвать чужеземца? Ты слышал толпу? К чему давать им лишний повод? Если он станет работать на тебя, возможно, его сочтут слугой Никакой я не слуга Алексиос, это Афины Если хочешь чего-то, будь готов притворяться И зачем же тебе на симпосии? Я ищу женщину, которая очень важна для меня Геродот сказал, что на симпосии я, возможно, смогу что-то узнать И тут он прав Я проведу тебя Но не обещаю, что ты узнаешь то, что тебе нужно Скажи мне, что делать Сначала найди моего соратника, Митиоха Он не пришел навстречу Это совсем на него не похоже Ясно Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афины Что-нибудь еще? Да В городе пройдет астракизм Ты можешь повлиять на результат Митиох, ты сказал, он твой соратник Политический союзник и мой преданный друг Фидий, известный скульптор Что такого он сделал? Его собираются судить по множеству обвинений Он в своей мастерской, под стражей Астракизм? Тебе скорее знакомо слово «изгнание» Жители Афин решают, кто должен покинуть полис Либо софист Ангсагор, либо другой человек Причина – нечистивость Мой друг возле Агоры все тебе расскажет Хорошо Не привлекай к себе внимания Отлично Пусть это и не само приглашение Но у нас появился шанс Хотя он наверняка пойдет к Аспасии Лишь бы был результат Ну же Упей змей, пока не поздно Сами боги послали тебя Если бы не ты, меня бы съели заживо Змеи не едят людей Но наверняка убивают Так что спасибо Я от Перикла Он волновался за тебя Часто ты оказываешься в таких ситуациях Что за странные шутки? Злодеи вломились ко мне Притащили сюда Связали и выпустили этих тварей Останови их Кого? Змей? Злодеев Зачем это сделали? В эти смутные времена Политике – легкая цель Они сказали, что я – змея Мол, пусть мои сородичи убьют меня Ты узнал тех, кто это сделал? Перикл попросил меня сходить в рыбацкий район Поговорить с бедняками Обнадежить их Так я и узнал их голоса Да? В меня бросали объедки Оскорбляли Злодеи скрыли лица Но их голоса и запах рыбы Я не спутаю ни с чем Где мне искать? Я не видел их лиц, но узнал голоса Я слышал их в одном из районов Афин Они часто бывают на диспутах Клеона А живут в затопленной части города Я отыщу их, Метеох Не бойся Люди на грани Если так будет продолжаться Мы поубиваем друг друга Без всяких спартанцев Змеи Такие же чуть не убили Метеоха Змеиные укусы и кто-то спрятал тело Хотя мне кажется, смерть была случайной Похоже, задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха Должно быть, нападавшие живут тут Но, судя по письму, они лишь выполняют чужую волю Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Метеоха Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп И все это здесь Да, Актиз Мы знали, на что идем Не прольется кровь, не настанут перемены Почему именно змей? Из-за Перикла и его дружков Мы пленники в своем же городе Продавец змей сказал, что пришло время заставить их страдать Нельзя самим вершить правосудие Теперь мне надо понять, что с тобой делать Клеон говорит, пора забрать город у элиты Пора биться Что бы ты с нами ни сделал Нам на смену придут другие Я знаю, кто-то дал вам этих змей Вас просто использовали Кто это был? Настоящий герой Афин И шавком Перикла его не остановить И орудие в чужих руках Скажи мне, где продавец змей Ладно, ладно У него лагерь возле города Там он продает змей Еще не поздно все изменить Но нужно действовать вместе Может, ты и прав Раз уж мы живы Но с чего начать? С себя Этот район ваш дом Не думайте о политиках Займитесь тем, что можно изменить Спасибо Попробуем Я избавлю Афина от продавца змей Походи Тебе сюда не лезут Теперь ты умрешь Теперь друзья Перикла в безопасности Что ж, вижу, твои дела идут неплохо Пока опасность миновала Но злодеи все еще на свободе Это были рыбаки Их использовал продавец змей Который служит врагам Афин И что ты сделал? Объяснил, в чем они заблуждаются И отпустил Теперь ты в безопасности Я рад, что все живы Но как знать, вдруг они вернутся Они знают Если что, им придется иметь Дело со мной Что ж, вероятно, встреча с тобой Их сильно напугала Спасибо за помощь, Мисти Я расскажу об этом Периклу Это тебя прислал Перикл? Да Он рассказал про астракизм Но не объяснил, что мне делать Конечно же Для этого есть я Изгнанный может вернуться в город За это наказывают За что обычно подвергают астракизму? Достаточно решить, что человек угроза для полиса и людей Дальше голосование Некоторых изгоняют лишь потому, что другого кандидата ненавидят меньше Что мне нужно делать? Голосование состоялось Скоро голоса подсчитают Возьми этот мешок с астраками И положи вместо тех, которые охраняют Ты хочешь устроить подмену? Не я, а Перикл И у него есть на то причины Принеси мне второй мешок со астраками И дальше я сам Меня никто не увидит Жди тут Готово Хм, быстро ты Что ты с ними сделаешь? Кину в колодец А, похоже глашат Прошу прощения за задержку Мы узнали, что кто-то пытался подделать результаты Не бойтесь Все астраки были найдены Голоса подсчитаны Из города будет изгнан Анаксагор Дружба важна Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом Странно, что Перикл не пришел защищать его Ты сказал, вы близки Он был мне как наставник Самые светлые мои мысли рождались в беседах с ним И часто Перикл защищает других людей Своих друзей? Конечно Но Анаксагор, похоже, всем доволен Больше вопросов, чем ответов Кто ты? Спроси любого И тебе скажут, что я Сократ Но имя – ничто Мы – это наши действия У всякого действия своя награда и своя цена Так скажи, кем считаешь себя ты? Меня зовут Алексиос Это не помогло узнать тебя Возможно, найдется другой способ понять, кто ты Хочешь узнать меня? Лишь знания ценны в этом мире Ты согласен? Конечно Мной движет жажда знаний Тогда у нас с тобой один путь Мне нужно знать, когда напасть, чем разить Когда использовать слова вместо оружия Похоже, практические применения наших знаний разнятся У меня редко есть выбор Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым Будь то за деньги или ради личных целей Так поступают многие Но мне интересны твои мотивы А как иначе? Из-за тебя мой друг вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом Я не тот, кто тебе нужен Ты утверждаешь, что ты не тот Счастлив человек, познавший себя Если бы я и совершил подмену, ты бы не узнал Меж тем, я ничего не говорил про подмену Сократ, вот и ты Вот и я Пойдем, тебя заждались Я хотел узнать судьбу Анаксагора И узнал Скажи, что я скоро буду Что ж, наша беседа подошла к концу Впрочем, надеюсь, она не последняя Все может быть Стой! Дальше тебе нельзя Не часто увидишь стражника у мастерской скульптора Я выполняю приказы И пока их не изменят, никто сюда не войдет В сторону У меня важное дело Не пускать людей тоже Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь Слушай, меня прислал Перикл Мне нужно к Фидию А меня прислали жители Афины, им нужно, чтобы Фидий умер Уходи, не то умрешь и ты У всего есть цена Сколько Драхм тебя устроит? А сколько у тебя есть? Вот, бери Этого хватит Но если хоть кому-то расскажешь, убью Смешно, я хотел сказать то же самое Извини, что напугал Как ты справился со стражей? Ты первый, кто смог Тише, я от Перикла Хвала Афине Я в него верил Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу То они Тени в ночи Из-за которых не смыкаешь глаз Они ищут меня Нас В Афинах стало опасно жить Культ космоса Ты знаешь о них? Конечно, я знаю о культе Вот, взгляни Это указание Как убить меня? Но их порвали Так Перикл пытается спасти тебя вовсе не от суда Он спасает тебя от гибели Я не знаю, кому доверять Я скульптор Я хотел лишь творить Прошу, скажи, что делать Сначала успокойся Тебя ждет суд Люди против тебя Теперь еще и культ хочет твоей смерти Говорю же, успокойся Да, конечно Клеон сказал, ты растратил деньги Будь его воля, тебя бы уже казнили Клеон говорил обо мне? Это навредит Периклу Нечестивость, кража А мы столько сделали для Афин Вы с Периклом очень дружны Наша с ним дружба началась с любви к Афинам А трудности привели к величию Это и есть дружба Ладно, надо идти Ты знаешь, где тебе можно скрыться К югу от Афин есть остров Серифос Там живет мой друг Ферос Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре Думаю, он сможет помочь Мне нужны любые сведения о личностях культистов Да, да, конечно Стража Я отвлеку их, а ты беги Вечером отправимся на Серифос Пока не встретимся, не открывай лицо Я понял О, ты пришел Я начал волноваться Я обещал увезти тебя из Афин Это правда Твой друг надежен? Мы с Феросом давние друзья Я написал ему, где нас встретить Не будем понапрасну тратить время Плывем на Серифос, пока можем Слава богам! Афин продолжит твой путь Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди Спасибо, Ферос Как видишь, я прибыл не один А, да, благородный воитель О котором ты мне писал Не будь мне это спасение выгодно Он был бы уже мертв В свою очередь, я кое-что узнал Убить Фиди я планировал человек По имени Брессон Надеюсь, тебе это чем-то поможет Да Попрощайся за меня с Периклом И будь осторожен В Афинах сейчас небезопасно Алексиус, это ты Феба Ты обещал, что мы увидимся И вот, все сбылось Я говорил беречь себя Я берегла Ну, почти что берегла Как ты сюда попала, Феба Ну, сначала я работала у Маркуса И заплатила, чтобы попасть в Афины Не совсем Феба Я откладывала деньги на потом Все тратить было нельзя Но и ждать я не хотела Тайком пробралась на корабль Меня никто не видел Поверить не могу, Феба Я почти ничего не помню Об Афинах из детства Но иногда что-то кажется Смутно знакомым Забавно Не верится, что ты здесь Мне тоже Не верится, что мы с тобой в Афинах Здесь все совсем не так Как на Кефалинии Ну, а что ты здесь делаешь? Я должна помочь тебе Проследить, чтобы ты не брал оружие И переоделся Так ты теперь работаешь На Перикла Нет, на Аспасию Не понимаю, зачем мне переодеваться? Здесь все так ходят Поначалу странно, но Думаю, ты быстро привыкнешь А оружие? Не бойся Я присмотрю за ним Ты ведь не хочешь пугать людей? Что ж Думаю, я готов Нет же Не в таком виде Жители Афин любят, когда им подражают Не волнуйся У меня есть одежда Переоденусь Ты присмотришь за вещами? Да Оружие оставь в углу Я вернусь, как будешь готов Как-то неудобно в этом Зато не выделяешься И что в этом хорошего? Ты что? Самый верный способ Если хочешь, чтобы с тобой говорили Поверь Ну что, это все? Да, теперь ты готов Между прочим Бывало и хуже Что-то не припомни такого Мне точно нельзя брать с собой оружие? Да, точно Все, поторопись О, и не забудь попрощаться О, Алексиас Великолепный Странствующий наемник Снова с нами Жаль, что Припозднился Геродот Офиняне не стесняются говорить Если они мне не рады Хоть одно Приветливое лицо Главное Не дай нашим гостям Тебя запугать Ладно Перикол не царь Они нужны ему Чтобы снискать Любовь людей А им нужен Перикол В этом Они похожи на тебя И ты думаешь, что они помогут? Помогут Если будут тебе доверять А ты подобрал подходящий наряд Если твой наряд Внушает доверие Люди станут тебя уважать Пойдем же Я тебя всем представлю О, Софокл и Еврипид Прошу жаловать Два самых прославленных драматурга В критике им попросту нет равных Судя по всему У них снова интеллектуальный диспут Как обычно И к тому же он пишет комедии Комедии Еврипид Больше похоже на ссору любовников Гермип Тоже написал немало комедий Выпей еще Но он больше известен Своими убеждениями, чем трудами Однако человек рядом с ним Протагор Софист Достойный не меньшего уважения Чем великий Сократ Пригласить Сократа Прекрасный способ испортить всем вечер Странно, что его вообще пустили О, Вайн Пусть Сократ тебя не тревожит Он хотя бы пришел сюда в обуви А тот бедняга с грацией обезьяны Это Фросимах Если прислушаться, поймешь, что они с Сократом Хотят доказать одно и то же Но он так размахивает руками, что не слышит критики Я совсем не об этом А где же Перикол? О, он не выходит к своим гостям Кстати говоря, у меня к нему есть одно дело Подлый Сократ Вечно он там, где его совсем не ждешь Воин Защити меня от его вожделеющего взгляда О, Алкивиад Сейчас время не для ревности Но для любви Тебе не стоит брать пример с Алкивиада Прошу, не пей слишком много Ну? Скажи, что Мистий думает о собравшейся здесь компании? Видно, эта ночь будет длинной На пирах должно предаваться веселью, а не чтению стихов Все здесь настолько скучны Если эти гости окажутся тебе не по нраву Ты можешь просто сделать то, ради чего пришел Спасибо, Геродот Так, прошу меня простить Нужно найти Перикла и подготовить его Если он один, я передам ему слова Деймос Верно, расскажи все Периклу Я продолжу поиски Надеюсь, они смогут тебе помочь Что, решил понасмехаться над моей битвой с Еврипидом? Хватит, мне нужны сведения Я ищу женщину из Спарты Ммм, ищешь Спартанку в Афинах? Интересно Но мне ни к чему обращать внимание на кого-то Кроме себя самого Поговори с Еврипидом Он тоже немало знает о людях Пшивый Желтозубый Пучеглазый Моросов Но о трезвом он не говорит Не знаю, что это значит Нет, конечно Он говорит, лишь когда пьян Это больше пристало аргивянам О, я восхищен Еврипид из Аргуса Ладно Быть может, хотя бы станет веселей Но нужно выбрать верное вино Оно должно быть на кухне Дай знать, когда Еврипид будет пьян И я ускользну отсюда Вы с Периклом знакомы? Правильный вопрос Как Перикл познакомился с тобой? Я величайший драматург в Греции Наставник Еврипида Любовник о склепе Отец театра и так далее Ты оказал ему великую честь Спрятавшись на кухне Ты так переживаешь из-за Еврипида Вы точно лишь друзья? Лишь это не про меня, путник Впрочем, да С Еврипидом нас связывают узы Прочнее братства Зачем он спутался с этим Никчемным Аристофаном Я не знаю Я за вином Чудесно Позволь дружеский совет Аристофану нельзя сладкое вино Я видел, что с ним бывает Это чарующе невыносимо Без невыносимых последствий И праздник не праздник Я скажу, получилось ли Кроме этого невеже драматурга Здесь нет прославленных гостей Могу я чем-то помочь? Дай твое лучшее сухое вино Да, бери и прочь с моей кухней Я занята Новое лицо в доме Перикла Что само по себе примечательно Оно видело пародию Нуклеона? Оранжевая мартышка Что оно скажет? Ты назвал меня Оно? Думай, что говоришь Оно еще и говорит Неужели я обречен быть единственным красивым и молодым в этом доме? Так как тебя называть? Алексиус Ты не похож на Алексиуса Но неважно Я Аристофан А этот человек Еврипид Ну же, представься давай Я Еврипид Для драматурга ты немногословен Добрые люди ведут тихую жизнь Так он говорит Правда, Еврипид? Обычно, чтобы отдохнуть, я дерусь Но для тебя... Быстрей, принеси ему вина Вдруг скажет, что умная После диспута с Софоклом Я предпочту сохранить ясность ума Я здесь, потому что ищу человека А нам показалось, что ты заодно наливаешь нам вино Сосредоточимся на этом Вам с Аристофаном надо выпить Сыграем? Состязание? А, чудесная мысль Еврипид молчалив, но от схватки не откажется Что же, если принесешь вина Я покажу этому юнцу, как пьют у нас в Аргасе За Диониса! За Диониса! Это... это вкусно! Это... нектар богов Наливай еще Может, еще вина? Откуда такое вкусное вино? Перикол припрятал, что ли? Есть поговорка Доброе вино, добрые друзья Перикол пригласил вас не просто так Мы обедаем тут, прославляя Перикла Или у Клеона Но Клеону свойственно очарование всех политиков Жуткий голос и вульгарные манеры Почему ты не извинишься перед Софоклом? Это он должен извиниться Софокл мой друг, а добрый друг порой дороже целой семьи Ему просто нужно немного успокоиться Готовы продолжить? Давно не случалось такого симпосия Знаешь что, ты мне по нраву Кто привел тебя? Я пришел сам Я ищу женщину, которая когда-то бежала из Спарты Да? Зачем? Она потеряла детей Ей пришлось Хотела приглушить боль Еврипид Впиши ее в пьесу Я слышал, спартанские матери ходят в святилище в Арголиде Молят о склепе, о жалости Мне ли не знать? Это мой дом После того, что случилось, сомневаюсь, что она доверяет жрецам Тогда спроси Гиппократа Он лекарь, лучший из лучших И он все еще в Аргасе Если она пошла к нему, он наверняка ей помог Мне нравится пить и петь Вернись, если решишь петь со мной Я подумаю Как там Еврипид? Уже пьян? Все, можешь не прятаться Еврипид не заметит твой побег Он ничего не заметит Прятаться? Афинам грозит война Нас лишат домов, а затем и голов Но свою честь я намерен сохранить до конца Хотя бы ее остатки Если увидишь Перикла Передай мою благодарность за дивный вечер Кто-то попал в беду Открывай дверь, не то выбью Не подумай чего Она любит смотреть О, ну надо же Какая сила Какая устремленность Теперь ясно, почему ты привлек Перикла Хочешь присоединиться к нам? Я думал, кто-то кричит от боли Иногда бывает сложно Различить крики боли и удовольствия Знал бы, что постучишь именно ты Открыл бы дверь Буквально нараспашку Я пришел сюда, чтобы найти одну женщину Так выходит, мы можем помочь друг другу Ты принесешь масло, а я помогу тебе в поисках Быть может, она тут Ее там нет А я все равно проверю После того, что я видел Лучше будет сходить за маслом И послушен Ты мне нравишься Поспеши А тебя влечет ко мне, да? Принес масло? Я принес дары Хвала богам! Днем наши женщины горевали А мужчины трудились Но вечер для празднеств Будем веселиться! Что скажешь? Ты с нами? Ну а теперь ты помоги мне, Алли Я ищу женщину О деле больше ни о чем Прелесть Слушай, я ищу женщину, некогда сбежавшую из Спарты Из Спарты? Из Спарты не сбегают Но пусть, допустим Если она глупа, погибла А если умна, сделала то же, что Аспасия Получила независимость Самая умная и изобретательная женщина во всей Каринфии Проститутки? Ничего себе! Не называй их так Они этого не любят Им есть, что предложить Кроме у тех И что же? Эти женщины-компаньоны Советники Помощницы Могущественные мужи приходят к ним в поисках совета И ценят их больше, чем советы приближенных И даже лучших друзей Алли! Вернись к нам! Праздник продолжается Будешь в Каринфе? Найди Антусу Она знает обо всех, кто приходит и уходит из города До новых встреч, воин Антуса в Каринфе Ну, хотя бы что-то А, да это же тот, кто ценит знания превыше всего Думал, мы поняли Знания нам нужны для разных целей А, ты помнишь Возможно, стоит продолжить ту беседу Ты надеешься отвлечь мое внимание от нашего спора Вы давно спорите и не сошлись во мнениях Довольно Мы обсуждаем природу правления Где, как не здесь Я задам тебе тот же вопрос, что и Фросимаху Считаешь ли ты, что править – это искусство? Это искусство, как и все важные деяния Тут не о чем спорить Но медицина улучшает состояние больного, не врача Плотничество – здание, а не плотника Так разве правление не призвано улучшать жизни подданных, а не правителей? Что за чушь? Я многое видел и знаю Нет справедливых правителей Даже Перикол эгоист Если спартанский полководец отдаёт приказ и тем самым спасает себе жизнь Он эгоист? Я так не думаю Править городом и сражаться в бою – разные вещи Практикуясь в искусстве войны Разве полководец не обрекает солдат на смерть, в то время как отступление спасло бы их жизнь? По-твоему, полководец не печётся о себе, когда отдаёт приказ Но он эгоист, поскольку отступив, мог бы спасти жизни солдат Что ты хочешь этим сказать? Я ничего не хочу сказать Но это твои слова Я произнёс их, но ничего не сказал Я лишь хотел узнать твоё мнение Зря тратишь время Спас я Спас я А у тебя талант убеждать людей Неплохо Сократ весьма интересный человек А, Феба Перикл уже сбежал от всех на балкон, не так ли? В искусстве скрытного отступления ему нет равных Я приведу его, Алексиус поможет Его все слушают Отлично, иди Иди, Алексиус тебя скоро догонит А теперь позволь представиться Меня зовут Аспасия Скрыть то, что ты натворил в Мегариде, было неплохо Я сделал, что должен и не жалею Я сделал, что должен и не жалею Извинений не жди Я ищу женщину, которая когда-то сбежала из Спарты с ребёнком Надеялся, ты поможешь Ты знаешь, где она может быть? Врач по имени Гиппократ вроде бы видел её в Аргасе Хороший человек Если тебе доведётся встретить Агату Передай, что Аспасия помнит её и шлёт привет Что ещё? Алкивиа отдал мне имя женщины в Каринфе Ну, конечно Моя подруга Антуса Одна из немногих в Каринфе, кто живёт в достатке И при этом честно Вернее сказать, почти честно И это всё У меня есть идея В прошлой жизни, чтобы найти что-то или кого-то Я просила об услуге друга Скажем, капитана А его имя? Её зовут Ксения Последний раз мы виделись на Акеус Предупреждаю С ней лучше держать ухо востро Жизнь в море превращает людей в чудищ Спасибо тебе Возвращайся, как закончишь Мы найдём твою мать вместе Алексиус? Я тебя не звал Фебе нельзя было тебя впускать И не важно, что на тебе Феба ни при чём Аспасия попросила за меня А Ну, конечно Не могу сказать, что я так уж хочу идти развлекать гостей А ведь ты тоже гость Если вы с Геродотом будете здесь И этого хватит, как думаешь? Ты так сильно не хочешь туда идти? Когда проводишь каждый день перед толпами Начинаешь ценить моменты тишины Или хотя бы её подобие Фиди ожидал суда Но ты велел вывезти его из Афин Я думал, что ты с почтением относишься к закону Фиди мне очень дорог Его могли признать виновным К тому же он мог погибнуть Так ты знал Я знаю, что он не в себе Но у каждого есть друг, ради которого можно пойти на всё Поверь мне Тебя хотят убить Да, да Геродот упоминал Культ меня не пугает Мне угрожают и более опасные люди Я боюсь за Афины За их будущее Перикл, забудь на время о спартанцах Культ уже рядом И их тайное оружие тоже Прислушайся к нему Спартанцы у наших стен А культ лишь пугало, фантом Я... Я в родстве с одной из культисток У меня нет причин сомневаться в её словах Я это обдумаю И, конечно, сообщу своим людям А Спасия хочет знать, почему так долго Передай, что я уже иду Полагаю, на этом мы закончим Вновь благодарю за всё Надеюсь, мои гости помогут тебе Посмотрим Ты устал? Только от болтовни В жизни столько не говорил Видишь, обошлось без оружия Ты уходишь? Мне хватит афинского гостеприимства на всю жизнь Ты привыкнешь Правда И чем ты займёшься? Мне нужно встретиться с женщиной на Кеусе Сначала отправлюсь туда Я слышала, там пираты Постараюсь быть начеку Ага Ты должен знать А Спасия кое-что рассказала О Кефалинии Что же? Остров поразила болезнь Ведь это не моя подруга И та лихорадка Не думай так В том, что случилось на Кефалинии Нашей вины нет Я сам отправлюсь туда и проверю, что происходит Да, спасибо Я знала, что ты поможешь Даже не попросишь взять тебя с собой? Нет Здесь хорошо Не то, что на Кефалинии Значит, ты вернёшься Обязательно И мне нравится работать у Аспасии Она мне доверяет Увидимся, Феба До встречи Прошу пощады Так Значит Пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками Мы ставим метки рабов Отправляем в Атику И самих продаём в рабство Увести его отсюда Я думал, вы работорговцы А ты кто? Я Алексиус Ну, Алексиус Нас также считают убийцами Есть у меня причины не прикончить тебя на месте? Говорят, ты торгуешь сведениями Ими в том числе, да Я ищу кое-кого С какой стати мне заключать сделку с тем, кто убивает моих людей? Мне пришлось Не мог тратить время на уговоры Говори Я ищу женщину Она когда-то покинула Спарту Этого мало, Алексиус У неё на руке родинки в форме созвездия Орла Вот это уже интереснее И кто же эта женщина? Это не имеет значения Возможно Аспасия направила меня к тебе Аспасия? При чём тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения Могут, но за достойную плату Сколько попросишь? Немало Учитывая, что ты лишил меня нескольких верных товарищей Вот Держи Ты умеешь вести дела? Теперь говори Когда будут сведения? Я уже всё узнала Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс Она была в моей команде Но потом наши пути разошлись Пора отплывать Кеос Твой дом У меня есть свой замысел Своя цель Вдруг ты никогда не найдёшь то, что ищешь? Я не устану искать Ты умелый пират А ты замечательный друг Помни меня Она была пиратом? Недолго Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль Она знала толк в пиратском деле С тех пор я о ней ничего не слышала Ты знаешь, где она? Собрала команду И уплыла на юго-восток Кеос далеко от Спарты Как вы встретились? В море Давно Она дала мне надежду Я ей свободу Вместе мы были Непобедимы Как же она стала пиратом? Она из тех Кто всегда доводит задуманное до конца Спасибо Я... Запомни Важно не место, а люди Если ничего не найдешь Всегда можешь вернуться к нам Алкивиад говорит, Гетеры помогут найти мою мать Нужно выяснить, где Антуса Я ищу Антусу Она здесь? Хотел бы я знать Что день, что ночь Берегу Драхмы ради встречи с прекрасным Гетер найти нелегко Значит, ты их не видел Другом орудуют банды дельца Гетеры это не любят Ты Антуса? Я? Антуса? Для тебя я могу быть кем захочешь Я беру меньше, чем Гетеры Но в постели мне просто нет равных Значит, ты знаешь о коме Антуса? Много слышала о ней, но не встречалась Говорят, все Гетеры равны, но Антуса особенная Ее слово для них – закон А где все Гетеры, если не здесь? Они смотрят на нас свысока И не хотят иметь с нами дело Если ты их ищешь Ступай на холм Как Рокоринфу У храма ублажают почитателей Афродиты Гетеры, где они? Гетер здесь нет Тогда вы заплатите за то, что нам пришлось искать Не трогай нас Афродита, спаси! Сдохни! Кто это был? И почему они искали Гетер? Ай-я! Они думают, что храм принадлежит им, злодеям Воры тут как тут, а Гетер не видно Гетеры? Они гораздо умнее нас Они поняли, что всех клиентов грабили по дороге сюда В Каринфе от людей дельца не спрятаться Я буду начеку Он жаждет богатства мести Не только Еще власти И если она у тебя есть, тебе конец Значит, делец, известный в Каринфе, преступник Мастер подпольных сделок Одной рукой он собирает деньги Другая всегда готова нанести удар Он зверь алчущей крови и наживы Вот он кто Если ты знаешь о Гетерах, знаешь и об Антусе Я ищу ее Говорят, она повсюду Но я ее не видел Но Гетеры видят все Я видела их у источника Пирене Внизу, у горы Там они встречаются с клиентами и уводят куда-то Ясно Лучше молитесь Афродите дома А, Алексиос наконец нашел нас Знаешь меня? А ты знаешь ее Это Антуса Мы видели, как ты помог людям в храме Афродиты Теперь ты наш друг Слышишь, Икар? У нее такой же острый глаз А еще о тебе хорошо отзывались Сюрприз Феба? Я от Аспасии Я же работаю на нее Почему тут? В Каринфе опасно Нужно было передать Антусе, что ты здесь Аспасия научила меня слово эмиссар Это я А мы с Алексиосом уже знакомы Видишь? Все просто Я буду помогать В этом городе, где забыли о морали Зверствует убийца Это тебе не Кефалиния, Феба Делец, циклопы Я ведь добралась сюда, правда? Ах, да Этого у тебя не отнять Пойдем внутрь, Алексиос За нами могут следить Идем же, поговорим А мне можно? Только помолчи Что привело тебя ко мне? Алкевиат рассказывал о тебе Неужто? Ну и? Я ищу женщину, много лет назад сбежавшую из Парты Возможно, теперь ее зовут Мирин Кто она? Это моя мать Твоя мать? У тебя нет матери Маркус говорил, он вырастил тебя Держи язык за зубами Ясно Ты получишь ответ на этот вопрос В свое время Не сейчас Ну что же, рано или поздно ты расскажешь Просто поверь мне Я бы не стала той, кто я есть, обманывая людей Даю слово И Алексиосу можно доверять Не пойти ли тебе поиграть? Дай нам поговорить Да, как скажешь Договоримся Помоги мне Всем нам Стать сильнее Настолько, чтобы избавить Каринф от Дельца Простая сделка, уверяю Договорились Мудрое решение, Мистий Глупец бы не зашел так далеко Я умею рисковать Значит, договорились Что ж Ты слышал о Дельце? Если верить служителям, его стоит опасаться Верно Его жертвам не хватило внимательности Но я всегда на чеку Ты неплохо держишься Еще жива Пока что да Но его разбойников хватит на целую армию Они нападают на всех В том числе на нас Он убивает Гитер? Убивает? Нет, пока мы хитрее Но нам нужно действовать Помощь нужна не только мне Мои подруги Эринна и Дамалис тоже в беде Снова Делец? Без сомнений Отомсти их обидчикам Потом придет его черед Дамалис здесь У источника А Эринна пошла в сад Белерафонта Посмотрю, чем смогу помочь Хорошо Делец платит своим людям деньгами Полученными от контрабанды оружием Ему это выгодно Ведь идет война Если прервать поставки Дельца Его люди останутся без еды Точно Отправляйся на его склад в порту Лихайона И сожги груз Весь груз Об остальном позаботится хаос Тогда пусть его склад сгорит Нападайте Отправляйся на его склад Ты отважен в бою? Как все спартанцы В этом мы похожи Я видел, что внутри были люди Что я мог? Пламя слишком большое Царство Аида ждет всех нас Но все равно спасибо Я Алексиус Скажи, кому мне сказать спасибо? Я Брасит из Спарты Ты недавно в Каринфе Тоже лазутчик? Излюбленная тактика спартанцев? Ааа Куда без нее? Похоже, в Каринфе иначе никак Гетеры Антусы следуют за мной повсюду Ааа, Антуса Мы не сошлись, но враг у нас один Делец? Мы не можем договориться, как именно его убить Не расскажешь подробней? Сейчас Делец правит Каринфом Я хочу сместить его, избежав бойни Убив его и его людей, ты все равно устроишь бойню Другие методы не действуют Поверь Почему? Мы схватили его людей Вооружили горожан Настроили полис против него Но ничего не вышло Осталось лишь одно Быстрый удар клинка Подойдет Заманим Дельца в священную пещеру И покончим с ним Когда я покину Каринфию, Делец будет мертв Коль так, Спарта будет у тебя в долгу И я был спартанцем Был? Пока меня не обрекли на смерть и не сбросили со скалы Так ты сын полководца Николауса? Вся Спарта знает твое имя И вот ты тут Живой Немыслимо Я выжил И рос один, пока в Спарте жизнь шла своим чередом Не держи на нас зла Коль в тебе есть благородство, прощай И будешь прощен Я ищу свою мать, Мерин И помочь мне может лишь Антуса Да, Мерин Ты знал Николауса? Славный полководец Упрямый спартанец Награжденный за преданность Но он исчез Тело так и не нашли Его сочли погибшим Что поделать? Я не видел его с малых лет Скажи, а ты ничего не знаешь о Мерин? Я знаю, что с такой трагедией не справиться в одиночку В ту ночь она покинула Спарту Но Мерин не забыли Хотя она этого хотела Пути назад нет Потерявшие путь всегда могут вернуться И боги решили, что ты поможешь в этом А облегчить задачи не могли? Мужайся, спартанец Легко не будет Прощай, Брасит Мы встретимся Я на твоей стороне Будь отважен О, Афродита Скорее бы вернулась Клио Зачем призывать богов, когда к твоим услугам их посланник? Откуда ты знаешь? Антуса просила тебе помочь Клио Одна из девушек утром не пришла на молитву И дома ее нет Я могла бы ее поискать, но вряд ли справлюсь одна Ее могли похитить Я спрашивала Один клиент видел, как ее вели на корабль Люди с оружием Он не стал вмешиваться Я щедро заплачу, чтобы ее вернуть С оружием? Где этот корабль? Я верну Клио Мы не знаем, почему он тут Но в Каринфе стало опасно За мной Кто мог ее забрать? Люди дельца не впервые похищают наших девушек Клио! Клио! Никто не видел Клио! Вот Об этом корабле говорил клиент Прошу Спаси Клио Вернулся! А для тебя есть послание Пришло создану Делас Алексиус Там один из культистов Его имя подарк Читаешь чужие письма, Варнава? Подсмотрел немного Ты нашел в Афинах то, что искал? Ну и что? Увы, придется нелегко Ну, уже неплохо Теперь нам осталось лишь довериться, пока Убедут нас Я не единственный, кто ищет моего Убнижки, что хотел смерти отца Следят за мной Так, они ничто Именно так Клио! Клио! Лучники! Готовайтесь! Пусти Ром! Вниматель! Враг стреляет! И кто не стал? Игрок! Они готовы стрелять! look! Стрелять не готовая! Давай-ка, помогайся! Один, царясь! Вы славно сражались! И впереди ещё много побед! Теперь не уйдут! Назад! Я хочу тебя спасти! Спасти? Ты преступник! Убери нож! Мы не враги! Ты это о чём? Эрина прислала меня, чтобы вызвали тебя от этих людей! Эрина? Я наняла этот корабль, чтобы меня увезли из Каринфа! Так ты в бегах? Почему? Ты не знаешь, как Делец обходится с людьми! Это ужасно! В Каринфе мне не скрыться! Эрина думает, ты в плену! Она беспокоится! Тогда пусть позволит мне сбежать! Даже Антуса уже не может нас сберечь! Она не согласна! Мистей, прошу! Мы шли к Миконосу, там безопасно! Помоги мне и получишь деньги, что причитались к команде! Ладно, так и поступим! Сойдёшь на берег, как доберёмся до Миконоса! А пока... Располагайся! Спасибо, Мистей! Так будет лучше, поверь! Что случилось? Где Клео? В безопасности! Это главное! Что ж, она сбежала! И вряд ли вернётся! Спасибо! Я передам Антусе! Завтра мне предстоит молиться одной! Но ведь она в безопасности! Даю слово! Так ты поможешь нам, Мистей? Вряд ли ты работаешь на Дельца! Я бы не стал это скрывать! У тебя проблемы с Дельцом, Дамалис? Возможно! Мой постоянный клиент изменился! Он был достойным человеком, но сейчас... Похоже, достойных людей в Каринфе немного! Мне нужен кто-то, кто сможет узнать, почему он изменился! В чём причина? Он тебя пугает! Он задаёт вопросы, а я не могу ответить! О деньгах! Где мы держим Драхмы? На что Антуса их тратит? Можно подумать, мы аристократы! Антуса не может помочь? Ну уж нет! Я не подставлю других под удар! Потом он придёт и за ними! Скорее всего, ему нужны ответы! А каким он был раньше? Навязчивым, но не пугающим! Он всегда предпочитал, чтобы вместо него говорили деньги! Похоже, что-то придало ему смелости! Посмотрим, что он мне расскажет! Если он не шныряет здесь, то сидит дома! Ты с ним поговоришь? Да! Моё копьё обычно развязывает людям язык! Даже упорным! О, вот и ты! Тише! Что ты здесь делаешь? Решила помочь Дамалис управиться с её безумным клиентом! Но помни, это не игра! Поняла? Знаю! Ты никогда не даёшь мне повеселиться! Я пойду к клиенту Дамалис и поговорю с ним! Я была тут! Подслушивала! Он бормотал что-то под нос! Странный! Но, может, его слова тебе помогут? Что там? Так, сейчас! Он говорил что-то о встрече у свинарника Феи! Сегодня! Это полезно? Может быть! Что за встреча? Он должен забрать документы о праве на землю, кажется! Это интересно! Что ещё? А! Он назвал имя! Динамент! А кто это? Хорошо! Спасибо тебе, лазутчица Феба! Неплохо, а? За дело! Запоминай! Я его отвлеку, а ты проберись в дом и обыщи там всё! Я не подведу! Славно! Если заметят, беги! Со всех ног! Потом встретимся! Хорошо? Я готова! Идём! Я тебя знаю? Нет! Но я знаю тебя! Если тебя прислал Мирон, передай, что я заплачу! Сегодня вечером! Я не от Мирона! Нужно поговорить! Я знаю ты что-то! Что-то? Не понимаю, о чём ты! Тебе меня не подловить! Свинарник Фэй! Ты сегодня там с кем-то встречаешься! Откуда ты знаешь? Неправда? Всё не так! Ты получишь документы! На землю! Уж не знаю для чего! Лазочек! Что ещё ты знаешь? Выкладывай! Стой! Вор! Воры! Прочь! Стража! Держи их! Что это был за шум? Да Малли сможет больше не бояться! Но она просила о другом! Я его успокоил, так? Ну, а я проникла в дом! Смотри! Прочитай письмо! Жуть! Написано, слушается, пожалеет! Я так и думал! И ещё! Он должен привезти Дамалис в один дом в Каринфе! Вот, смотри! Что это за место? Не знаю! Но я разберусь! Я с тобой! Не надо! Иди к Дамалис и жди меня там! Ну, пожалуйста! Ты сделала достаточно! Это опасно! Я найду тебя позже! Цепи? Масло? Зачем они тут? Малака! Что это? Прядь волос! Смутно знакомый запах! Ага! Ах ты, проныра! Кто тебя прислал? Что ты тут делаешь? Я хотела помочь! А ну, не лезь! Феба, беги! Больше ни в шагу! Смотрите, кто к нам пришёл! Хочешь порки? Делец это мигом устроит! За это он будет гнить в Тартере! Ханжа! Мы в Каринфии! В комнате для утех можно всё! Главное, чтобы Делец был доволен! Ты болен, как и он! Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу! Я скажу, что ты пришёл сам! Это я уделю тебе внимание! Ты сдохнешь! Аликсиос! Аликсиос! Твоя подруга уже тут! Вернулась! Да, я срезала дворами! Прости, Аликсиос! В следующий раз слушай, когда я говорю! Ладно! Это для твоего же блага! Особенно в этот раз! Что случилось? Я побывал у Дельца в комнате для утех! И ты могла попасть туда же! Нет! Да, твой клиент привёл бы тебя туда! Вот что мы нашли! Что это значит? Что Делец добрался до него! От него и правда не скрыться! Но теперь я знаю, как с ним справиться! Я знаю его планы! Не надо! Я с ним уже разобрался! Я говорила, что он не прав! Жаль, что так вышло! Малака! Какой же глупец! Делец, вот кто глуп! И скоро он это поймёт! Видно, план сработал! Делец подослал головорезов! Слышала! И ещё слышала, что у них ничего не вышло! Это не первый мой бой в Каринфе! И не последний! Мы разделаемся с Дельцом в театре! Эту драму Каринф не забудет никогда! Брасид беспокоится, что смерть Дельца может привести к беспорядкам! Он хочет убить его без шума! Он далековато от Спарты! В Каринфе мы будем действовать так, как принято у нас! Я поддерживаю Брасида! Убьём Дельца в священной пещере! Уговор был другой! От Дельца необходимо избавиться! И он умрёт вдали от любопытных глаз! Простая сделка, помнишь? Пусть будет так! Встретимся в священной пещере! Так это ты! Полубог зловонных улиц Каринфа! Режешь моих людей! Помогаешь этим грязным тварям! Ну да! Ха! Надменен! Как и твоя мать! Ты не подчинишь себе Каринф! О! Подчиню! Не сомневайся! Убери своим! И когда это случится, я отправлю твою голову к культу как доказательство! Что? Ты знаешь? О да! Я знаю твою мать! От неё были одни беды! Но я отплачу! Покончу с тобой и принесу этой дряни твою отрубленную голову! Жаль, Деймос этого не увидит! Скорее, я заберу твою! Прочь из моего города! Он уже не твой! Жаль, не увижу, как Деймос сломает тебе шею! Насмешил! Стой! Нет! Люди Каринфа должны увидеть его смерть! Антуса! Его обязательно нужно отвезти в театр! Пусть все увидят его трусость! Нет! Нужна его жизнь? Получи! Но никто не увидит, как он истекает кровью! Никто не услышит его криков! Он мёртв! Дело сделано! Твой ход! Да, ты прав! Он мёртв! Отнесите тело на площадь! Пусть люди взглянут на него в последний раз! Ну что ж, Алексиас, я у тебя в долгу! Мы поговорим о твоей матери, но не здесь! Не знаю, как тебя благодарить! И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду! Ведь это он тебя прислал! Он умнее, чем кажется! Он знал, что ты сможешь спасти Каринф! Ты ведь знаешь, что у меня свой интерес! Поговорим! Да, Мерин! Она недолго пробыла в Каринфе, но успела восхитить меня, словно буря! Я хорошо помню это в ней! Сильная, одухотворённая женщина! Она хотела найти своё место в Каринфе, но не смогла! Ты тепло говоришь о ней! Вы дружили? Да, пожалуй! Но внутри она прятала боль, о которой не знал никто! Как вы познакомились? В ту ночь шёл проливной дождь! Она спала на улице, я дала ей кров! Она скиталась? Интересно, что сказал бы отец? Я мало знала о ней! Только то, что она покинула место, где её жизнь рухнула! Спарту! А работа? Не знаю! Знаю лишь, что она хотела уплыть! Она могла остаться с нами, но, похоже, искала что-то ещё! Она говорила о прошлом? О муже, семье? Нет, воспоминания причиняли ей боль! Словно она лишилась части себя! Куда она направилась? Этого я не знаю! Она могла намекнуть! Думаю, она сама не знала! Зато я знаю, что она выиграла корабль в кости! Хоть в чём-то тюхе ей помогла! Помню название корабля! Песнь Сирены! Песнь Сирены! Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона! Спасибо, Антуза! Да хранят тебя боги, Алексиос! Заходи в любое время! Расскажу, как идут дела в Каринфе! Похоже, нас ждёт много интересного! И меня! Слушай, ничтожный раб! Не скажешь, где он, клянусь Герой, я сожгу тут всё до тла вместе с тобой! Я уже сказал всё, что знаю! Всё просто! Гиппократ должен проявить сговорчивость, признать свою вину и публично объявить, что его таланты – дар богов! Но как же его пациенты? Он отвлечётся от работы! Если Гиппократ считает, что может нарушать порядок, чтобы стать самозванным полубогом, что ж, возможно, сами боги отомстят ему! Я уверен, так шуметь ни к чему! А ты кто? Я ищу человека по имени Гиппократ! Ещё один последователь этого безумца! Передай своему нечестивому хозяину, что если он не извинится прилюдно, жрица Геры соберёт армию верных и покончит с ним! С дороги! О, слава богам, она ушла! Я думал, в этот раз она меня убьёт! Что происходит? Я сострат! Хрисис обвинила моего хозяина в непочтении к богам! Она права? Он верит, что люди могут не только молиться, но и взять свою судьбу в свои руки! Невероятно! Вот бы поговорить с ним! Прости, его тут нет! Где Гиппократ? Он хотя бы в Арголиде? Да, но он ушёл на юго-восток от Дазора Гера, чтобы помогать больным! Я найду его! Но если ты пойдёшь к нему, можно небольшое поручение? Смотря какое! Отнеси ему кое-какие вещи! Он торопился и забыл их взять! Я всё ему отнесу, обещаю! Спасибо тебе! А как я узнаю Гиппократа? Иди по дороге на юго-восток от Дазора Гера к пещере Пана! Он наверняка где-то там! К нему стоит очередь больных! А ещё он лысеет, но ему об этом не говори! Хе! Итак, что вызвало это состояние? Может, избыток флегмы? В данный момент, да! Но настоящая причина в бездействии... Вот как? Еда, тёплая одежда помогли бы ему... Но знатоки решили, что его состояние это кара богов, и потому бездействовали... Вызов устоям! Хм! Ты, видимо, Гиппократ! Да, и я очень занят! Я постараюсь побыстрее, и не буду отвлекать тебя от пациентов и учеников? Наблюдения, опыты, эксперименты равно важны для лечения. Я учу этому людей. Я из твоей клиники в Аргасе. Састрат просил передать тебе это. Я так и знал, что забыл что-то. Састрат хороший врач, и как помощник неоценим. Ты попросил его заплатить за работу? Нет. Я знал, что это поможет людям. Другой награды не нужно. Достойный ответ. Так, как тебя зовут? Алексиос из Спарты. Рад встрече, Алексиос. Что тебе нужно? Гиппократ, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти её. Здесь бывает много матерей. Они приходят, чтобы Гиппократ помог их детям. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ. Нет, я проделал такой путь. Этот пациент тоже. И та, что до него, и тот, что перед ней. Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Верни их, и тогда я помогу тебе в поисках. Быстрее. У пациента мало времени. Она приходила много лет назад с раненым ребёнком. Ты уверен, что она пошла бы в святилище Асклепия? Тогда я был молод. Если случай был слишком сложен, я отправлял пациента в святилище. И у жрецов хранятся все записи? Да, их гравируют в камне. Старший жрец может помнить. Я сделаю всё, что могу. Удачи. Мы верим в тебя. Приветствую тебя. Пришёл, чтобы принести жертву Асклепию? Нет. Я ищу спартанку. Мать, которой здесь помогли. К этому священному месту Гера ведёт многих матерей. Всех я уж точно не смог бы запомнить. Что это за плиты? Это записи. Обо всех, кто сюда приходит. О хворях и лечении, чтобы помнить о чудесах, совершённых Асклепием. Вспоминать обо всех ни к чему. Мне нужно найти один камень. Да, понимаю. Мудрый выбор вполне. Жаль, что у меня нет времени. Слушай, я не причиню вреда. Я просто хочу найти мать. Это Хрисис. Она контролирует всех жрецов в этом святилище. Тому, кто поможет хозяину орла, точно не сдобровать. Не говори вслух. Просто укажи нужный камень. Я понял. Идём. Скорей. Они то заметят. Так веди. Тут написано, из Спарты. Пришла с ребёнком. Взывала к богам. Почему больше части нет? О, я сейчас, я расскажу. Я это помню хорошо. Спартанка грязная и в крови. Прибыла к нам с дороги. Мы позаботились о ней, и она ушла. Куда, я не знаю. А дитя нельзя было спасти. А кто может знать? Нас видели. Ступай к оливковому дереву Геракла, у входа в святилище, и жди. У меня для тебя кое-что есть. Что это тут у нас? Жрец и наёмник на дружеской прогулке? Да хранят тебя боги, Плейстас. Я как раз направлялся в архивы, когда повстречал Мистия. Неужто? И что вы так горячо обсуждали, можно узнать? Я грязный и хочу помыться. Этот любезный жрец предложил проводить меня до бань. Да, всё верно. Бани как раз неподалёку. А теперь я вас оставлю. В банях лечат больных. Они смывают кровь с рук наёмников. Врачи. Спасибо, что не выдал Мистий. В этом святилище слишком много людей, Хрисис. Что ещё ты знаешь о Спартанке и её ребёнке? Эта женщина оставила одеяльце. Мы хотели вернуть, но ей было больно на него смотреть. Она ушла? Что случилось с ребёнком? Да, Хрисис права. Ты нас подвёл, Тимаксиан? И ответишь за всё. Плейстерс, нет! Отойди, жрец. Я с ними справлюсь. Ты что тут делаешь? Меня прислал Гиппократ. Твой командир украл его записи. Думаю, они у тебя. Те, кто составил сам великий Гиппократ, мне жаль. Они сгорели во время боя. Что? Ты слышал, шатёр целителей сгорел. К счастью, я успел выучить эти записи. Я восстановлю их, когда будет время, или после войны. Тебе придётся пойти со мной. Пациент Гиппократа умрёт без твоей помощи. Этот тоже умрёт без моей помощи. О нём больше некому позаботиться? Я единственный лекарь. Не мешай мне. Времени нет. Ты должен пойти в лагерь Гиппократа. Ему лучше, Гиппократ. Нет, но он может выжить. Мои записи у тебя? Увы, нет. Но есть он. Кто это? Гиппократ, мне жаль, твои записи сгорели, но я помню всё, что в них было. Значит, спасти жизнь этого человека — твой долг. Жить будет. Жаль, моему пациенту не повезло. В чём дело? Твой мистин напал на меня, когда я делал операцию. Иначе мы бы не вернулись вовремя. Ты помог мне, но больной не заслужил такой участи. К счастью, мы спасли хотя бы одного. Если мы закончили, я бы хотел записать то, что помню из твоих заметок, Гиппократ. Я схожу к жрецам, расспрошу их о моей матери. Идём со мной. День был не из лёгких. Значение диеты для здоровья невозможно переоценить. И какой толк от яблока? Хм, ну, одно яблоко в день спасёт тебя от врачей. Но шутки в сторону. Я знаю, зачем ты здесь. Ты ищешь свою мать. Ты помнишь её? Я был молод и не знал, как помочь. Я отказал ей. Но я помню её взгляд полной решимости и отчаяния. Вряд ли я когда-нибудь его забуду. Потом я поклялся Аполлону, что больше никогда никого не отвергну и посвящу себя медицине. И в этом её заслуга. Твоей отважной матери. Ей бы это понравилось. Я отправил твою мать в святилище Асклепи. Скажи старшему жрецу, что скоро лекарство от священной болезни станет доступно всем больным. Тогда он поможет. Спасибо тебе за всё, Гиппократ. Я схожу к нему. Пусть Асклепи избавит её от мук. Она умрёт? Если боги не услышат наши мольбы. В Арголиду прибыло много больных афинян. Но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Мне нужны сведения о Спартанке, которая пришла сюда. Мне рассказывали о Хозяине Орла. О безжалостном убийце. Думаешь, стоит скрывать от безжалостного убийцы? Нужно ему сведения. Моё дело лечить больных. Помоги мне привлечь внимание богов. И я помогу тебе. Чего именно ты хочешь? Больных всё больше. А лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимание богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжёт пламя, достойное Асклепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища вроде бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву. Удалось найти быка. Я не смог привести зверя живым. Но принёс его сердце. Так Асклепия не у милости ведь. Зверь не хотел умирать. И сердца хватит для спасения лишь одной жизни. Прошу, мистер. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину арголиды. Люди будут голодать. Умоляю. Болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что с ними будет, если я умру? Я богата и могу заплатить тебя. Ничего. Помоги лучше им. Ты убил быка. Выбирай, кому помогут боги. Я знаю, каково быть брошенным ребёнком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. Сложный выбор, мистер. Но он сделан. Остальное в руках богов. Я сдержал слово. Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О её появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Тебе нужен не я, а Мидон, старший жрец. Он часто вспоминал её до того, как отрезал себе язык. Отрезал язык? Если он не с больными, значит, в гостевом доме. Проводит время в обществе своих слуг. Спасибо. Я не забуду твою помощь. Эти люди тоже тебя не забудут. Стража! Их нет. Ты должно быть Мидон. Он не мой. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думал, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Мидон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о Спартанке с ребёнком. Он может ответить только да или нет. Женщину из Спарты. Звали Мерин? Говорят, с ней был ребёнок. Её дочь? Малышка была при смерти, когда она пришла. Мидон молился за неё. Ты спас её? Нет? Он сделал всё, что мог. Но ребёнок был тяжело ранен. Ты знаешь, куда она пошла? Все жрецы спят со своими служанками. Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ха, ясно. Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили её умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Всё было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал всё, что мог. Я не верю. Мертва. Она не могла умереть. Не знаю, что ещё сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжёлыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Мои змеи. Мертвы. Они мертвы. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома. И её дочь, покалеченную, чуть живую. Жи, прошу. Я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Мидон рассказывал, как плакала её мать. Хрисис держала дочь на руках и пела ей, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала её, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Хрисис? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребёнка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдёшь Хрисис. Люди ищут здесь исцеление. Но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за всё. Это статуя Аполлона у алтаря. Хм. Но в этот раз Хрисис увидит небеззащитное дитя. Всё ясно. Предупреждение. Похоже, убийство это у вас семейное. О, хозяин Орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда моё дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь. Вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребёнок мёртв. Он был мёртв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нём. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Гилец должен был привезти её назад ко мне. Но ей всё равно не скрыться. Она родит нам ещё детей. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла ей жизнь. Научила страдать. Чтобы познала боль и встречала её как старого друга. Теперь она заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала её. Она была ребёнком. Научила выживать. Мир жесток. Будь сильный или умри. Я дала ей силу. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила. Ха-ха-ха-ха-ха. Мир – это боль. Но Деймос с ней справится. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймос лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяин орла. Речь не только о моей семье. Ты, твой культ. Хотите погубить Грецию? От вас одни страдания. Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твоя сестра. Я докажу тебе. Мой сын! Это твое дитё? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере, выполняет её волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Всё хорошо. Мама здесь. Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афин и ко спаси. Мама здесь. Играет музыка. Мама здесь. Мама здесь. Мама. 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 Спаси! Алексиус! Вернулся! Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты всё-таки похожа на меня. О, Алексиус! Ты вновь вернулся в Афины, но город мёртв. Наш мир рушится у нас на глазах. Мир мрачен, но ты жива. Верно. Но они хотят уничтожить всё, что создал Перикол. За этими стенами царит хаос. Люди забыли, что значит быть людьми. Нам нужно поговорить. Я узнал кое-что о маме. Имя – корабль. Алексиус, не время. Перикол умирает. В одиночестве. Он гонит прочь даже Гиппократа. Бормочет что-то о своём драгоценном Парфеноне. Перикол – сильный мужчина. Он должен одолеть недуг. Ты слышал толпу. Его не спасти. Он умрёт бесславно. Афины знакомы с ним гораздо дольше, чем с чумой. Он лелеял их. Заслуги оправдают его. Периколу нужна помощь. Но он не пускает меня к себе. Он уважает тебя. Ты сходишь к нему? Возможно. Согласишься. И я найду время для разговора о Мирин. А пока что помоги ему. Попробую. Аспасия, свет мой. Я же сказал. Это Алексиус? Да. Входи. Как унизительно, что именно ты видишь меня таким. Похоже, ты здоров как бык. Скажи это Аспасия. Она очень волнуется за меня. Вот лекарство. А, да. Я привык, что обычно их приносит Феба. Я хотя бы жив. Чего не скажешь о моём городе. Теперь это тень былова. Что ж, отныне здесь правит Клеон. Ему придётся вдохнуть в город новую жизнь. Я хочу посмотреть на Афины. Выйдем на балкон. Всё изменилось. Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезни не делают исключений. Боюсь, я подвёл Афины. Свой народ. Аспасию. Нет, неправда. Ах, ты добр. Но я проиграл. Аспасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожертвовал Афине достаточно, но ошибся. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают. Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Вини не богов. Вини мир, что встал с ног на голову. Судьба Афин решена. Остаётся только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Нам нужна милость богов. Но Аспасия... Аспасия права. Обычно, да. Но не в этот раз. Да. Я пойду внутрь. Спасибо, Алексиус. Скажи Аспасии, что я был послушан и выпил лекарства. Ладно. Перикл принял меня. Он покорно выпил лекарства. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видел её в толпе. Куда она направилась? К Анастасиусу узнать насчёт переправы. Как только Перикл поправится, мы покинем Афины. Выборонят. Но она пропала. Бояться нечего. Аспасия бушует чума. Ты ведь знаешь, она лишь дитя. Отдай Фебе должное. В её годы я была беспомощнее. Перикл знает о культистах в Афинах. Это опасно. Правда? Я думала, он просто бредил. Я разыщу её. Где живёт Анастасиус? В доме напротив Адеона Перикла. Хайре. О, боги. Что здесь произошло? Это резня. Предупреждение. Деймос, похоже, сдержала слово. Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Феба. Феба. Эй, нет! Феба! Нет, 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 нет. Эла. Эла. Феба. Земля. Мать всего. Выслушай. Мать всего, мать всего. Элла. Стримая. Мать всего. Мать всего. А не Азов. Алексиос! Всё хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдём Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия! Алексиос! Прости, Феба! Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен. Вот ты где, Алексиос. Скорее. Возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Фебу убили. Культисты. Я не смог помешать. О, нет. Милая Феба. Она умерла в одиночестве. Нет. Ты нашёл её. Ты был рядом. Я знаю, как много она значила для тебя. Они будут наказаны. Сражайся. Ради неё. Аспасия, ты здесь. Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на вилле. На горе всё стало ещё хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Периклу... Перикл. Не смей мне мешать. Всё потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увезти её из Афин. Возьмём корабль. Надо уходить. Иначе он погиб зря. Ладно. Мы остаёмся, Алексиус. О чём ты? Моё место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. Аспасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Город захвачен. Афины, которые вы знали, мертвы. В этом-то и дело. Мы начнём сначала. Уверен? Я прожил жизнь, как афинянин. И умру, как афинянин. Окажите мне услугу. Вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните её. Конечно. Со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас. Живы! Пизда ли, Афины кажутся такими спокойными? Словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль, Аспасия. Насчёт Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Кажется, я подвёл их всех. Никому не смог помочь. Наделал ошибок. Не думай так. Во всём виноват только культ космоса. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и её корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышала, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывём к Наксосу. Найдём Феникс. Феникс можно найти на вилле в центре города. Там заключаются все важные сделки. Что ж, туда и пойду. Ты уже думал о том, что ей скажешь? Распрошу о своём прошлом. У меня есть вопросы, на которые может ответить лишь она. О твоей семье? Эти тайны... Один важный мне человек сказал, она сможет всё объяснить. Будь осторожнее. Почему это? Обдумай вопросы как следует. Знания о прошлом влияют на наше будущее. Скоро будем у Наксоса. Сколько было приключений? Да. И сколько ещё будет впереди? Чем займёшься? Перед отплытием надо сделать кое-какие дела и повидать друзей в городе. Похоже, у тебя на любом клочке суши найдутся друзья. Может и так. Таков уж мой род занятий. Кто знает, может ещё свидимся. Этот остров не так уж и велик. Всё может быть. Ты так стремился найти Феникс, надеясь всё это не зря. И я надеюсь. Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Пароса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт... Церсис, я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Собирайте. Встреча окончена. Встреча окончена. Встреча окончена. Кассандра жива. Встреча окончена. 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 его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска парасцет и афинян. Не смог. Субтитры сделал DimaTorzok Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парус и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они не знают, с кем связались. Ты похож на Николауса. И сражаешься так же бесстрашно и свирепо. Он был бы горд. Я помню, чему вы меня учили. Вы отличные наставники. Я хотела воспитать тебя бойцом. Так и вышло. Скажи, кто мой настоящий отец? Как ты узнал? Мне сказали. Николаус? Вы виделись? В Мегариде. Николаус был тебе отцом. Он растил тебя. Пока не встал выбор между тобой и долгом спартанца. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду. Но если мы хотим остановить культ, ты должен все знать. О чем ты? Я была с ним до твоего отца. Не колался. О нем давно нет вестей. Почему ты не сказала мне правду об отце? Ты был ребенком. Обожал его. Я не могла сказать тебе. И мне жаль, что ты об этом узнал. От меня так долго скрывали правду. Объясни, почему культ охотится на нашу семью. Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Культ ответит за все зло, что он причинил нашей семье и Греции. Ты силен. Но это чудовище не победить копьем или мечом. Чтобы заставить их страдать, я использую любое оружие. Знаю, ты покинула Спарту. Но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла. Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей. Но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем, Жен. Давай. Здесь так красиво. Да. Здесь прекрасные пляжи. Не то, что в Спарте. Спарта. Все, что я помню, это в одно же горы Тайкет. Когда я отнесла тебя к Пифи, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенный. Даже Пифи не может знать все. Твой полководец быстро поднял тревогу. Он знает, пара сугрозы для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно, но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам их одолеть. Обсудим это позже. Но думаю, ты враг. На! Парус нужно остановить. Парус нужно остановить. Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований. Не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов. Не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамес заслуживает почитания. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Что за странный день. Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты вырос и полон сил. Но я чувствую время, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Чтобы мы вместе уничтожили культ. Все не так просто. Ты очень силен, но одни мы не справимся. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота – жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин? Симпосий вот-вот начнется. О боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Парасом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Параса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парас, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосий, но если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно. Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парас не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу. Уезжай отсюда. Аспасия? Откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Что там с убийцами из культа? Подыграй. Людей нужно убедить, что я по-прежнему достойный лидер. А Аспасия хочет, чтобы я пряталась. Ее в любой момент могут убить. Говорят, лучшие войска культа уже на Наксосе. С меня довольна смертей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Параса. Найди их. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней. Они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Культисты одержимы своим мистицизмом. Чего еще от них ждать? Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Уверена, ты справишься. Конечно. С радостью вам помогу. Увидимся позже. Деньги. На всех печать Параса. И письмо. Зашифровано. Убийцам заплатили деньгами Параса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силаноса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести. Но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте. Спарта давным-давно изменилась. Порог проник повсюду. И Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции. А сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Неужели? Здесь меня держат дела. Парос нужно остановить. А потом... Потом я вернусь. Готовьтесь, отплываем! Рад тебя, Билл! Что было на Наксисе? Ты нашел, мать? Нашел, Варнава. Чудесно! Может, теперь сможем? Но дела плохие. Мы уже знаем, что Кунь отравляет все вокруг. Но теперь они взялись за Спарту. Из-за них люди будут сражаться, как псы, пока мир не погрузится во мрак. Нужно помешать им. Кто ж, туда и направимся! Я рад, что ты со мной. Еще кто-нибудь выжил? Их взяли в плен. Меня решили не тащить на Парос. Что случилось? Мы прибыли с миром, а они напали на нас. А что с вашим капитаном? В плену. Куда его могли отвезти, интересно? Они хотели связать его и оставить под палящим солнцем на камнях. Зачем сохранять ему жизнь? Шантаж. Он очень важен для Феникс. Я найду его. Отомстим! Теперь я понял. Тебя непросто убить. Я знал, она пришлет помощь. Быстрее! Уходим! Спасибо! Надеюсь, Феникс тебе щедро заплатит. Скажи ей об этом. На Паросе творятся странные вещи. Что-то здесь неладно. Что ты видел? Там были чужаки. Не с Пароса. Один из них в очень странной маске. В маске? Не знаю, кто это был. Пора уплыть с проклятого острова. Я знаю дорогу. Скажи Феникс, что ты видел. Конечно, сразу же. Скажи, я скоро буду. Блокаду? Я отказалась платить дань Афинам, а Парос решил этим воспользоваться. Они опередили нас. Я могу помочь отбить гавань. Ты один против целой блокады? Ты права. Немного жаль, Парос. Береги себя и возвращайся. Это все. Мы избранной афинам. Мы сладко. Как готовы принять? Слава богам, мы выжили. Гавань свободна. Надо уходить, пока не прислали подмогу. Мы почти готовы. Тимо? Сейчас идёт погрузка. Капитаны ждут команды. Алексиос, идём. Что-то не так? Кроме нападения на мой остров и козней культа, нет. Но нам надо поговорить. Разумеется. Культ нужно остановить. Когда вернёмся в Лаконии, будет опасно. Я привык. Да и ты. Здесь я знаю, кому можно доверять. Я бы сказала тоже и про Спарту, но новости про царя... А Спасия узнала, кто из царей помогает культу? Может быть и оба. Нужно освободить Спарту от порока любой ценой. Покончим с Парасом. Остальное потом. Ты прав. Как будешь готов, жду. Можем отплывать? Куда? Мы уничтожим флот Параса раз и навсегда. Только после этого мы сможем покинуть Наксос. Я готов. Я буду ждать тебя. Со щитом. Или на щите. Пора нанести удар культу. Держитесь! Они хотят за спорем! Они готовы стрелять! Парас! Парас! Продолжение следует... 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 Значит, свет — это ключ. Закрыто. Надо свериться с табличкой. Получилось. Закрыто. Вот. Как-то так. А теперь к двери. Наконец-то. Так, посмотрим, что... Что это за место? Придется нырять. Вот это да. Есть кто? Икар! Предатель! Здравствуй, Алексеус. Приветствую в Атлантиде. Атлантида? Не может быть! Но это же миф! Многие тайны мира скрываются за мифами и легендами. Но кто ты? Меня зовут Пифагор. Я твой отец. Пифагор? Не может быть! Он умер много лет назад. Да, почти век назад, если ничего не путаю. И все же, вот я здесь, перед тобой. А Икар тогда? Мой старый добрый друг. Он присматривал за тобой. И вот, ты здесь. Мирин, моя мать. Она прислала меня. Мирин, она знает, что это твоя судьба. Потому и прислала тебя. Моя судьба? Да. И в твоих руках будущее нашего мира. Так зачем я здесь? И что я должен сделать? Расскажи мне! Здесь хранятся знания. Могущественные знания. Если они попадут не в те руки, человечество ждет гибель. Нельзя, чтобы это место нашли. Нужно навечно отрезать Атлантиду от остального мира. Я ничего не понимаю. Я воин, а не ученый. У всех есть предназначение, Алексиос. Твое помочь защитить тайны Атлантиды. Ты прав. Греков нужно спасти от них самих. Прежде всего, верь в себя. Ты многое можешь. Постараюсь. Все нужные мне ответы здесь. Чтобы добраться до них, нужны особые артефакты. Я должен найти артефакты и вернуть их в Атлантиду? У меня есть сведения, которые облегчат тебе поиски. Это могущественные предметы. Они порабощают умы слабых и обладают собственной волей. Я верну их. Но у меня еще есть вопросы. И я отвечу. А пока возьми. Это фрагмент ключа, что поможет тебе найти артефакт в Биоте. Мой союзник сейчас как раз ищет второй фрагмент. Вики, здесь Атлантида. Атлантида? Проверю показатели. Ты бредишь. Мы ищем артефакт Ису, обладающий сверхсилой, а тебя волнует это? Пифагор родился в 570 году до нашей эры. Значит, мужчине в пещере почти 150 лет? Что поддерживало его жизнь так долго? Жезл Гермеса Трисмегиста. Мисс Хасан, вы правы. Я помогу все собрать. Да, поспешим. Я добралась до места. Цепь пещер, которую мы обнаружили, подо мной. Снаряжение в норме. Готовлюсь нырять. Лейла, ты ведь не знаешь, что внизу. Вдруг акулы? Они лучше тамплиеров. Мы будем следить за Абстерго. Удачи, Вайла. Что ж, я спускаюсь. Где-то там вход. Я найду его. Вот. Должно быть это вход. Вы еще слышите меня? Что-то вы примолкли. Да, слышим. Ладно. Просто здесь ужасно тихо. Ты не одна, Лейла. Мы наблюдаем за тобой. Ты молодец. Да, если что, мы здесь. Сказал ассасин, сидящий за столом. Между прочим, я и так могу быть полезной. Я много знаю о Древней Греции. Вы слышали, что минойцы построили в Закрысе огромное кладбище. Долину мертвых. Может, не будем о смерти? Алана, если я умру, назови это место пещерами мертвых. Ладно? Конечно. Эй! Я буду скучать по лофту. Мне нравился вид. Скучать? А вернуться нельзя? Ты не читала отчет Киоси? Там побывали Абстерго. Он рассекречен. Нет, я же исследовала Тиро. Киоси, ты в порядке? Ну да. Я забрал снаряжение и наблюдал за происходящим издалека. Они нашли мой подарок? Да. Флешку, которую ты уронила под стол. Хитрюка. В Абстерго нет дураков, которые рискнут вставить ее в компьютер. И не нужно. Внутри нее мой RFID-передатчик. Стоит поднести его к терминалу, скажем, в кабинете начальника охраны. И бах! Здорово. Да ну пустяки. Ого! Я не ожидала такого совершенства. Как они это построили? Все бы отдала за инструменты Иису. Не похоже на Египет. Общие элементы есть, но... Ммм. Для начала неплохо бы снять гидрокостюм. Лейла Альтаиру 2. Я внутри. Камера работает? Да. О боги, Лейла. Атлантида. Как самочувствие? Не тошнит от смены давления? Я в норме. Здесь просто... потрясно. Думай, думай. Должен быть способ. Как-то же они открываются. Я возвращаюсь в анимус. Алексиос покажет мне, как ему удалось попасть внутрь. Лагерь. Горги должен быть рядом. Должно быть о нем, говорил Пифагор. Логово Сфинкса. Впечатляет? Боги! Ты мистий! Что ты здесь делаешь? Меня зовут Горги. Я всю свою жизнь изучаю прошлое Биоти и Пелопоннеса. Я ищу вторую часть этого амулета. Ах да, я встречал подобное. И даже сам искал. Где искал? К сожалению, на поиски в Лакриду мне пришлось послать своего ученика. Он отправился туда и не вернулся. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти его. Благодарю за помощь, Мисти. Я очень волнуюсь за Пибаса. Куда он направлялся? По слухам, его видели у гробницы Минникея в Биоти. Что именно он искал? Там есть пещера. В ней могут быть очень ценные вещи. Я послал его проверить слухи, прежде чем отправиться туда самому. Не бойся. Я выясню, что с ним произошло. А это Пибас. Все, что осталось. Существо, что убило Пибаса, могло съесть амулет. Части соединились вместе. Должно быть, это ключ. Ну что, поехали. Тихо. Статуя. Ее нет. Тихо. Новый гость? Надеюсь, ты выносливее прежних. О боги! Статуя ожила! Я не статуя дитя. Как же ты развеешь мою скуку, если не в силах постичь, что я такое? Кто же ты? Я сфинкс, хранитель правды и знаний. Зачем ты здесь? Я охраняю это место и то, что боги пожелали скрыть здесь. Я здесь не для этого. Да? Ну что же, расскажи, зачем ты пришел? Тебе доверили один ценный предмет. Меня попросили вернуть его на место. Благородная цель. Но помочь тебе я не могу. Я не приму отказ. Предмет слишком важен. Его сила губительна для слабых духом. Я выдержу. Жаждущий знаний должен быть готов рискнуть всем. Если ответишь на мои вопросы, докажешь, что ты достоин. Мала, как песчинка. Лечу, как пушинка. Сначала услышишь, потом лишь заметишь. Калибри. Разумный ответ. Ввысь идет, но не растет. На деревья сверху взирает, но корни свои скрывает. Это гора. Как любопытно. Мертвых оживляет. Нас смешит, а порой печалит. Рождается вмиг. Гибнет, когда ты старик. Это память. Ты полон сюрпризов. А с тобой интересно. Что ж, как следует обдумай свой ответ и коснись подходящих символов. Гибн. «Все христиан» Что ж, как и… Как и Captions 싶ают. Продолжение следует... 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 Где же он? Ты сказал, лабиринт под нами. Да, под храмом есть жуткого вида потайной ход. Отведи меня, я убью Минотавра и найду друг... твоего отца. Ты... ты не врёшь? Я убью Минотавра и найду твоего отца. Спасибо, Мистий. Мне никто не верит. Ха. Успокойся и отведи меня к лабиринту. Как тебя зовут? Ардос. Ну, за мной. Вход находится там, в самом низу. Вон там, внизу. У тебя голова пойдёт кругом, Мистий. Там огромная комната и огромная дыра в полу. И огромная дверь. Все продолжают твердить о том, как Тесей убил Минотавра. Ложь! Я слышал! Рёв, как... как... эээ... Раскат грома! Да, точно. Минотавр всё ещё жив и голоден. Славно. Рад, что ты мне повстречался. Теперь у папы есть шанс выбраться из лабиринта. И зачем было делать вход так глубоко? Ещё чуть-чуть... Мы пришли. Разве не удивительно? Я многое повидал, но это... Удивительно! Значит, Минотавр обитает под Кносским дворцом. Открывай. Пора убить Минотавра. А... эээ... да. Заперто. Если ты не знаешь, как попасть внутрь, клянусь... Не знаю, но знают люди, которые были в лабиринте с папой. Я хотел узнать у них, но... Они со мной не говорят. Со мной придётся. Кто эти люди? Собиратель, рыбомеч и мой старый опекун. Мой опекун? Занудный старик. Не хотел говорить об отце или Минотавре. Так что я решил сам всё выяснить и ушёл от него. Ха, лихо. Собиратель скупает всякие странные вещи. Он купец в гортине. О, и последний. Его зовут... Рыбомеч. Хм, ну да. Он главный в бухте осьминогов. И он злой. Ты должно быть Скопидом? Собиратель. Собираешь пыль, что ли? Я здесь из-за Минотавра. Я... Нет-нет, я не могу. Ничего не знаю о Минотавре. Меня прислал Ардос. Сказал, ты что-то знаешь. Ардос? Мальчик? Не говорить с мальчиком. Мы обещали. У тебя остались шрамы. Они начинают исчезать. Может, добавим новых? Нет, стой. Я все скажу. Я знаю, что нужно, если хочешь выжить в этом... этом лабиринте. Открой свой секрет, Собиратель. Доспех самого Тисея. Лишь он может защитить от этой твари. Но его здесь нет. Он в крепости. Пришлось продать его. Думаю, мой доспех не хуже. Никиус думал, что у него лучший доспех в Греции. Он мог надеть доспех Тисея. Но мне он подошел лучше. Минотавр ударил меня в грудь. Я выжил. А Никиус... Не будь как он. Надень доспех Тисея. Продал доспех Тисея. У кого он? Увы, начальников крепости. Там в пещере коллекция трофеев. А доспех... Ее же мчужина. Расстаться с ним должно быть тяжело. Нет. Просто. Броня... могла спасти Никиуса. Сохранить жизнь отцу мальчика. На доспех надел я. Он больше достоин. Это мучает меня. Мне хватает призраков. Дыши, Собиратель. На этом все. Если доспех Тисея в крепости, я найду его. Доспех Тисея! Это не миф! Дыши, старик! Ардес! Мальчик! Он невредим? Жив? Я не дам причинить ему вреда. Хотя иногда и хочется задушить его. Ардес может устроить настоящее испытание воли. Я хочу знать, как попасть в лабиринт. Ардес сказал, ты поможешь. Я знаю одно. Там лишь смерть. Ардес говорит, его отец в лабиринте. Это так? Да. Он не вернулся. А те, кто вышел, никогда не обретут покой. Ему все сбежали из лабиринта. Должно быть, что-то случилось. Я не пошел внутрь. Я не глупец. Никиус просил приглядеть за мальчиком. Я был снаружи. И молился. Но я слышал Минотавра. Двое вернулись. Но Никиус... Уцелевшие бежали от Минотавра. И оставили диск. Ключ к лабиринту. Я взял его. Тогда при чем здесь Ардес? Диск у него. Он его украл. Тебе стоит помириться с Ардесом. Он смышлен. Но ему нужен кто-то, кто бы присмотрел за ним. Семья. Нужен ты. Он и видеть меня не хочет, Мисти. Не сдавайся. Насчет диска. Ардес не знает, для чего он, Мисти. С его помощью можно открыть лабиринт. Позаботься о нем. Не беспокойся. Дэймус, я ждал тебя. Ты, пёс культа, пришёл укусить? Я не имею отношения к культу. Думаешь, я верю? А нет. Я здесь из-за... Я не вернусь! Я туда не пойду! Плевать, что я в долгу у культа. С меня хватит! Хочешь артефакт? Иди сам! Если уж культист, то это навсегда. Что тебе от меня нужно, Дэймус? Ответы. И ты мне их дашь. Как ты попал в лабиринт? У Никиоса был ключ. Он вставил его в стелу. Тебе туда нельзя. Он убьёт тебя. Вырвется и убьёт всех! Ты меня недооцениваешь. Так говорил Никиос! Скорблю тебя акулам! Не так уж он и хорош. Сломленный. Терзаемый Минотавром до самого конца. Ты! Что бы это ни было, я не крал. Твой опекун сказал, что ты... Ух ты! Он хоть что-то сказал? А об отце говорил? Нет, не сказал, но... А собиратель? Сказал, ты похож на отца. Правда? Это здорово. Так, твой опекун сказал, что ты... Стоп, стоп, стоп! А рыбомеч? Он что сказал? Ты ведь нашёл его? Сказал, что ключ нужно поместить в стелу. О, я знаю, где Стелла. Погоди. О каком ключе ты говоришь? Старик сказал, ты кое-что у него украл. Неправда. Постой. А что он имел в виду? Ключ к лабиринту. Диск. О! О! Ты про это, что ли? Всегда гадал, для чего он нужен. Рыбомеч сказал, что в стеле есть отверстие для диска. О! Так что нам делать? Чтобы открыть вход в лабиринт, мы должны вставить диск в стелу. Потом займусь Минотавром. Пойдём к обходу и используем диск. Это не Минойское. Что это? Малака! Это правда! О, боги! Нить, что помогла Тисею выбраться из лабиринта. Куда она ведёт? Зверь был в ярости. Должно быть, не Киос. Кольцо? Можно отдать Ардасу. Кольцо? pregnant. Кольцо? 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 Должно пройдёт. Кольцо? Кольцо? Что ж, малака, Минотавр. Что ж, малака, Минотавр. Что ж, малака, Минотавра. Мама гордилась бы. Минотавр мертв. Спасибо за помощь, Ардес. А где папа? Я обошел весь лабиринт. Мне жаль, Ардес. Жаль? Почему? Слушай. Ты обещал вернуть его. Лжец. Иди назад и найди его. Ардес. Ты обещал? Он мертв, Ардес. Мертвых не воскресить. Но можно жить дальше. Я боюсь забыть его. Не хочу его забывать. Возьми. На память о нем. Кольцо отца. Спасибо. Спасибо. Надо выбираться. Что будешь делать теперь? Не знаю, Мистий. Без папы. Я не знаю. Вместе вы что-нибудь придумаете. Ардес. Помни, ты не одинок. Всегда есть те, кому ты не безразличен. Не лезь в неприятности. Не могу этого обещать. Я прослежу, Мистий. Спасибо. Молчание лучше пустых слов. Быстрее. Этот артефакт поможет нам закрыть храм. Ты упрям, как его предыдущий владелец. Древний странник. Эта запись призвана помочь тебе. Знаю, это сложно понять. Иис увидит варианты прошлого и будущего. Ты еще вернешься сюда. Другие предсечи будут испытывать себя. Артефакты, существа. А ведь еще есть проект Олимп. Они перешли все границы. Я не могу тебя направить. Будущее зависит от множества решений и принимать их себе. Многие из них принесут себе боль. Трагедии ваших драматургов станут пророчеством. Но прошу, не сдавайся. Ты куда важнее, чем тебе кажется. И у меня, как в ящике Пандоры, осталось лишь одно. Надежда. Мы несем не только отчаяние Как и я, ты восстал против своей судьбы Твои героические деяния будут жить в веках Не забывай, что знаешь истину и победишь Займи место в истории Все ужасы и красоты этого мира твои по праву Прими их Это о тебе, хозяин Орла Я не зря готовился Особую важность твоего рода признали сами предтечи Аллатея видит будущее Варианты будущего Может, это пророчество? Здесь сокрыт ключ к спасению человечества, я уверен Что-нибудь еще? Мне пора Да, времени мало Приказывай-ка, Гварнава Ты не поверишь, что случилось в Миссаре Хотя, наверное, поверишь Я тебя слушаю Я нашел у Пноса легендарный лабиринт Ты был внутри? Я победил Минотавра Хе-хе-хе, как интересно И все? Вообще-то речь идет о богах Геродот Скажи, как выглядела эта тварь? Так ли он зверев, как говорят? Да-да, и запах источал шум Как вообще можно поверить, что он? Я вырвал у него рог О, Бонни Ты настоящий герой А этот артефакт обладает особой силой Культ не должен заполучить его Гребцы, ну! Готовьтесь! Что здесь происходит? Хвала Эмпидоклу, Мистий Я не опасен, в отличие от этих жриц Помоги, мой бог велик и богат Его бог, Малака, оскверняющий святую землю Афродиты Жрицы справятся без тебя Богат, значит? О, да А, Эмпидокл вознаграждает по заслугам Эти жрицы заточили его в крепости Он бог и достоин поклонения Что-то не похож он на бога Как ты смеешь? Бога нельзя принять И любой, кто попытается, погибнет Эмпидокл немного другой бог Он вовсе не бог Твои слова оскорбляют Афродиту Если их устами говорит Афродита Позорно вдвойне А как я его узнаю? Возможно, там держат и других Стражники его раздели Но узрев дар Эмпидокла Ты перестанешь сомневаться в его божественности Какой дар? Скажем так, поймешь, когда его увидишь Мне все ясно Я вызволю Эмпидокла Видите, жалкие смертные Смотрите Не нужно меня благодарить Хватит звонкой монеты Мне? Тебя? Здесь? И без зрителей? Нет, 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 мой дорогой Так не пойдет Нашему спектаклю не хватает самого важного Зрителей Встретимся у моей статуи Там и поговорим Там, откуда я пришел, все по-другому Людей не убивают за их веру Их уважают Мы уважаем богов А не тех, кто мнит себя богами Мир полон вражды Но и любви тоже Примите Примите меня И тогда я представлю вас своей семье Богам Если бы все голые узники становились богами Пантеон бы давно переполнился Может, Эмпидокл бог А может и нет Но это не он забил юношу насмерть Я пойду за тобой Братья Сестры-китеры За мной Тем, кто предал Афродиту Не избежать кары Пусть ты и не веришь, что я бог Мисти Но в тебе точно есть что-то божественное Это можно использовать И труд богов не бесплатен Конечно На что еще мне тратить деньги? На одежду? Одежда была бы кстати Ты боишься Моего естества Но нам нужно обсудить кое-что еще Помогу Часто ли выпадает шанс помочь богу? Такому, как я? Никогда Идем, воитель Нужно поговорить Но сперва Богом краткости тебя не назовешь Статуя страшно на меня похожа Правда? Страшно, это верно Нужна помощь? Богам ни к чему помощь Но все же У меня трудности с братьями и сестрами С богами? Семейные дела Когда я прибыл в Китеру Меня бросили в темницу за мою веру Украли лиловые одежды И с ними очень ценный диск Ключ от семейного дома И ты хочешь вернуть его Еще бы! Диск это ключ Ключ, что отворяет двери к самим богам Этот диск нужно вернуть мне Боги не стали бы защищать себя при помощи запертой двери О, ты бы видел эту дверь, Мисти Люди мне под силу создать такую красоту И мои братья Сестры Я слышу, как они зовут меня домой Расскажи мне про своих братьев и сестер Эмпидокол Они любят меня Ну, вздорные Изгнали за то, что я ел ягненка Но, если честно Ягненок Стоил того Ты сказал, вор перехватил тебя в гавани Ты знаешь, где он сейчас? Чаще всего он и его стражи Грабят тех, кто только прибыл в Китеру Поищи возле гавани Боги никого не ждут С терпением у нас плохо, да Поможешь? Похоже, диск важен Я найду вора и верну твою пропажу Нашел Эта краска воняет, как гнилые пёсьи кишки Но я выжжу, как бог Не Какая походка И уверенность Не зная обратного, решил бы, что в Китере два бога Я нашел диск Хвала мне Я направлял твою руку Конечно Встретимся с богами? Я познакомлю тебя с семьей Конечно, если ты готов к этому Будет интересно В этом, милый мисте, можешь даже не сомневаться Минутку, я обращусь к зрителям Ликуйте Ведь я, ваш скромный бог Познакомлю вас со своей роднёй Афина ждёт тебя А Рез хочет увидеть тебя Много обещаешь? Не веришь мне? Начало выведено с к морю Оно, кстати, за спиной Как ты смеешь? Я Я бог Бог Кто я? Эм Бог Убедительно Наша цель – Каринфский залив И все его тайны Встретимся там, и ты всё увидишь Там вся твоя родня? Жду не дождусь Это не из нашего Видишь? Они здесь Боги, боги здесь За этой дверью Слушай Не хотел так надолго пропадать Китеры – это Ну, если ищете, куда бы ещё наслать А чуму? Я ожидал совсем не этого Маскировка, мой дорогой Всего лишь маскировка Чтобы отводить тех, кто ищет славу А? Тоже слышишь? Там что-то есть И, судя по шуму, оно в два или Три раза больше человека Быстрее используй диск Открой дверь Нас ждут внутри Я готов Что бы там ни было Мои братья и сёстры Вот оно Царство вечности Обитель богов Создатели вселенной Протяните Могучие руки Возьмите меня А я думал, никого больше Минотавра мне убивать не придётся Вид недовольный Попробую подбадрить Открой дверь Продолжение следует... 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 мудрость в знании того что ты ничего не знаешь так сказал мне друг невероятно алексиус да меня звали хозяином орла да только и кар давно умер я тебя искала но как же ты но ведь ты искала не меня верно артефакт ису он действует жезл гермеса трисмегиста у тебя должно быть много вопросов лейла ты знаешь мое имя может боги сказали может услышал видение или из этой штуки в твоем ухе прости я пришел сюда с одной целью найти тебя и покончить с тем что начал много веков назад у меня твое копье вернуть его нет оставь себе она словно но тебе это не мешало в нем есть сила с ним я побеждал врагов которых даже геродот не мог описать словами но всему приходит конец когда копье лишилось силы и оставил его геродоту на память мне столько нужно тебе сказать этот жезл очень важен ты жив благодаря ему но как спроси ученика гиппократа слышал они еще остались жезл выполнил свою роль делаем все чтобы жезл не попал в руки тамплиеров послушай порядок хаос кто бы не победил мир погибнет я сражался с хаосом но это принесло только беды я была на стороне порядка теперь я за право выбора за хаос пифагор был прав ты ключ к исполнению пророчества ты восстановишь баланс я видел слишком много войн и слишком много смертей я прошел весь мир от края до края возьми теперь он твой пообещай кое-что конечно закончишь уничтожь его уничтожь их все земля мать всего мне еще многое предстоит увидеть не терпится вернуться в анимус и навестить алексиоса как вы здесь оказались как всегда шли по пятам герододжа ждал встречи с тобой пойми варнава я обязан исследовать тиру остров хранить великую тайну да но не целый мир а почему бы и нет атлантида не миф чепуха это все но его не убедишь геродот прав она существует неужели это правда невероятно расскажи мне о ней здесь я должен был встретить своего отца знаешь пифагора это он твой отец живет в вулкане пифагор нет не может быть он ведь не бессмертный у него был жезл древней цивилизации он-то и сохранил ему жизнь вот в чем дело так зави его раз он твой отец пусть присоединиться к нам отец был упрямцем он хотел сохранить знание об атлантиде в тайне ясно так вот в кого ты такой упрямый он сочувствует твоей потери ничего вам придется держать рот на замке никому ни слова обещаю но люди должны знать мы поведаем им о таинственном мире геродот хорошо вот и славно нам пора в путь как обычно мы столько узнали верно великий мудрец ты может быть я ищу истину не все мифы несут в себе правду но их даруют нам боги чьим словам нет причин не доверять в этом мире все возможно тебе ли не знать ведь ты полубог с орлом на плече и возможно тоже бессмертный конечно но одно известно точно это приключение я никогда не забуду но тебя тревожит но это залив он кажется знакомый птицы улетают на целый сезон но всегда узнают свои гнезда это спарта вряд ли мне признал я мало в чем уверен но точно знаю что рано или поздно нужно вернуться домой а где твой до порнава об этом я расскажу в другой раз в рецепт в рецепт в рецепт в рецепт в рецепт в рецепт и он в в и и и и Что ж, ты молодец. Полагаю, ветер был попутный? Посейдон единственный, кто не желал моей смерти. Ну, ты был на тире? Ты нашёл его? Нашёл. И что он сказал? Он рассказал, кто я и что должен сделать. Теперь ты знаешь правду. Я не его сын, я просто орудие. Ты очень далёк от истины. Любовь привела тебя в этот мир. Не думала, что мы когда-нибудь вместе вернёмся в Спарту. Мои чувства в смятении. Здесь прошли лучшие дни моей жизни. Равно как и худшие. Спарта наш дом. Нужно избавиться от царя-культиста, если мы хотим обрести мир. Что случилось с нашим домом? Николаус там остался. Но его уже нет, и я не знаю. Тогда пойдём узнаем. Конечно. Но я хочу кое-что тебе показать. Здесь я научила тебя владеть копьём. Промедление лишь ускоряет смерть. Ты запомнил. Как бы я справился без этого. Ты даже спать ложился с копьём в руке. Оно помогало тебе против чудищ во сне. Нельзя встречать Цербера без оружия. Бедных детей растерзают. Нужно им помочь. Алексио, стой. Не вмешивайся. Так спартанцы учатся быть сильней. Я не могу пройти мимо. Я им помогу. Нет, я не чувствую рост. Папа? Я не твой отец. Он бы тобой гордился. Я не хотел на него кричать. Я злился. Я не хотел. Он умер с честью. Его смерть была напрасна. Что ты здесь делаешь? Дети были в беде. Я хотел им помочь. Неправда! Не лги мне, мальчик. Неужели тебе не стыдно? А ты... Дети будут слабее из-за тебя. Армия Спарты будет слабее из-за тебя. Тебя следует убить. Ты в порядке? Что случилось? Я не мог стоять и смотреть. Агога делает из мальчиков мужей. Таков путь солдата в Спарте. Вмешавшись, ты лишь сделал их слабее. Какой будет толк, если они умрут? Алексиус, оглянись. Здесь не Кефалиния или Наксос. Это Спарта. Нарушать ее законы сродни смерти. Поверь, мама. Я знаю, что бывает, если идешь против Спарты. Все. Пойдем домой. Нигде мне не было так спокойно, как здесь. Дни напролет ты тренировался в этом дворе. С тех самых пор, как смог держать копье. Николаусу было трудно угодить. Он скрывал свою гордость. Но каждую ночь, говорил мне, он принесет Спарте славу. Хоть я и ненавижу его, без него я не был бы таким, какой я есть. Он разбил мне сердце. Но сейчас, стоя здесь рядом с тобой, я чувствую, что все можно вернуть. И я. Ты помнишь, как впервые держал сестру? Я боялся навредить ей. И разложил вокруг гору одеял и подушек. Я боялась, что она задохнется. Так крепко ты ее держал. Она сильнее, чем мы думали. Неужто глаза обманывают меня? Рад тебя видеть, Брасит. Много воды утекло с тех пор, как я спас тебя в Каринфе. Ха-ха-ха, я помню другое. Хорошо выглядишь, Брасит. Значит, слухи не врут. Ты жива! Многие мертвецы на самом деле живы. Когда я узнал, что вы вернулись? Вернулись в Спарту, но не домой. Мы хотим вернуть свой дом, Брасит. Власти забрали его после того, как исчез Николаос. Дом передадут его приемному сыну, когда он вернется с войны. Стэнтеру? Зря я не убил его на берегу. Как нам вернуть дом? Вы должны убедить царей сделать вас гражданами Спарты. Это будет непросто. Почему? В отличие от меня, цари не будут вам рады. Особенно Орхидам. Вы покинули Спарту не очень изящно. Не может забыть сломанный нос? Чего? Судя по всему, нет. Но я придумал, как помочь ему простить тебя. Ну же. Спартанские солдаты отдают оружие элотам. Тот, кто расправится с этими предателями, поможет царю. Чего вдруг спартанцы помогают элотам? Элотов в разы больше, чем граждан Спарты. Но у них нет лидера. Это крестьяне, слуги, подмастерья. Если кто-то сплотит их, вооружит и обучит, они станут угрозой. Ты сказал, что их вооружают солдаты. Поэтому действовать нужно быстро. Выясни, что происходит, и привлечешь внимание царей. Где эти спартанцы? Их видели в мраморной каменоломне Гарани, в лесу Еврота. Так, я найду солдат. И что? Спартанцы преданы командиру. Убьешь его, они разбегутся. А оружие? Уничтожь. Элоты опасны даже с лопатами и серпами. Не хватало еще давать им в руки мечи. Итак, чтобы вернуть дом, нужно убить спартанского командира, который пытается разжечь восстание. Вроде не сложно. Буду ждать тебя в тронном зале. А ты куда? Здесь я вырастила тебя. Здесь же меня растил Леонид. Пойду в его гробницу, она прямо за домом. И ты первым делом должен почтить его память. Ладно. Осталась одна. Леонид. Настоящий герой Спарты. Мы бы оказались в рабстве у персов, если бы не его мужество. Его кровь течет в твоих венах. Так мы с тобой родня царям. Ты не какой-то там наемник. В тебе течет кровь героев, кровь сильных. Помнишь, что я говорила? Люди могут попытаться забрать нашу силу. И ты обещал... Защищаться. Твое копье. Это лишь слова Пифии. Пифии, она мне не указ. Довольно. Мы устали от твоих надменных речей. Спарта не будет воевать. Так сказала Пифия. Пифия лишь повторяет ваши слова. Она слишком долго слушалась вас. Пришла пора покончить с этим. О, царь Леонид. Время героев прошло. Думаешь, кровь что-то решает. Если разрезать тебе вены, она впитается в землю и не останется ничего. Ты никто. Что же, тогда подходи. Твоя судьба известна. Сын Льва. Ксеркс объединит нас. Он привнесет порядок в хаос. Послушайся, Пифию. И все, кого ты любишь. Все, ради чего ты жил, исчезнет. Собирай всех. Мой царь. Ксерксу нужна Спарта. Пусть победит меня. Невероятно. Ты понимаешь? Что мне делать? Пора принять свою судьбу. Нам обоим. Если не поспешим остановить культ, подвиг и гибель Леонида будут напрасны. Наш род восстал против поработителей. Пришло наше время. Так, так, так. Мать и сын, наконец, воссоединились в Спарте. Полюбуйтесь, боги среди смертных. Царь Павсаний, это честь для нас. Очень сожалею о твоем отце. Да. Наши отцы гордились бы, увидев нас. Ты помнишь Алексиоса, мой царь? Как его можно забыть? Готов был умереть ради сестры. Трагедия. Невинное дитя, обреченное безжалостным законом. В тот день на смерть обрекли двух невинных детей. Алексиос, хватит. Прости, мой царь. Он много времени провел вдали от Спарты. Ты тоже. У него пылкий нрав матери. Так или иначе, ты нужен своей стране. Вы оба нужны. Законы нужно изменить. Взгляни на нас. Я согласен. А царь Орхидам? Он бы нанес букву «Законы» на грудь каждому спартанцу, если бы мог. Законы лишили меня семьи. Они заставили меня сражаться за свою жизнь. Леонид, отверг эти законы! Да, из-за этого погиб. Но хватит о мертвых. Сменим тему, да? После того, что случилось с моим отцом в Мегариде, Спарта забрала наш дом. Верни его. Не дерзи, дитя. Может, Спарта больше не твой дом, но я все равно твой царь. Мы смиренно просим тебя и царя Орхидама выслушать нас, принять под свою защиту и вернуть наш дом. Конечно. Я желаю того же. Но Орхидам, похоже, все еще не простил тебе тот случай. С носом. Как нам его убедить? Множатся слухи о мятеже и лотов. А Криптии подливают масло в огонь. Жестокие казни, истребление скота, гниющие на улицах трупы. Криптии — пример великолепной военной подготовки спартанских солдат. Их дисциплина и бесстрашие заставляют наших врагов трепетать. Так и было. Но сейчас они жадны до крови и денег. Они учат мальчиков убивать безоружных крестьян. Ты хочешь вернуть свой дом? Что ж, покажи и лотам, что мы больше не поддерживаем Криптиев и их методы. Криптии, кто они такие? Я хочу знать о них больше. Это тайная группа. Они специально подбирают мальчиков, тренируют, морят голодом, заставляют красть и убивать. Самых успешных переводят в царскую стражу. Но зачем их убивать? Долгие годы Криптии держали и лотов в узде. Если кто-то поднимал бунт, его наказывали. Но с недавних пор они начали истреблять мужчин, женщин и детей. Всех без разбора. Младенцев отдают на съедение волкам. Теперь Криптии не войны, а безжалостные дикари. Что мне следует знать о царе Орхидами? Чтит законы, жесток, скучен. Считает, что древние традиции благо для народа. На горе Тайгет принял сторону старе. Если взамен нам вернут дом, я убью Криптиев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну помолчите! Не тот за рублю! Не угомонитесь! Все зубы вам перебирают! Девушки отдыхают 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 У тебя на плечах? Да, очень хорошо. Цари щедры, они дали нам второй шанс. Нужно выиграть Олимпийские игры. И войну. Хочешь узнать у меня ещё что-нибудь? Что происходит в Биотии? Афинская армия постепенно вытесняет нас оттуда. Победить их непросто. Если кто и сможет всё изменить, это ты. Что ты знаешь о чемпионе, которого мне предстоит сопровождать на игры? Участник Панкратиона. Его наставник знает, где он. Благодарю. Всё не так просто. Тебе придётся оберегать его любой ценой. О да. Один из царей культист. И значит, его задание ловушка. Но кто из них? Бросит. Я бы не рискнул говорить это так близко от дворца. Но я был в бою с обоими. Ни один не похож на предателя. Мы не должны никого обвинять без доказательств. Просто будь начеку. Что ж, я готов. А ты? Что ты будешь делать без меня? Перед визитом к царям я получила весть. Что ты узнала? Сведения о другом члене культа. Я еду в Аркадию. Одна? Нам улыбнулась удача. Мне тоже нужно туда. Поедем вместе. Очень вовремя. Спасибо. Что ж, увидимся в Аркадии. В добрый путь. Здравствуй. Мы не берем на обучение всех подряд. Я похож на ученика? Царь Повса не велел мне отвезти борца на Панкратион. Прошу прощения. Я не понял, что ты ищешь тестикла. Не думай об этом. По мне трудно догадаться. Позволь дать совет, пока вы не встретились. Тестикл бывает... Не уносим. Преподнеси ему в дар масло. И вы поладите. Масло? Растирание. Он верит, что оно дарует ему силу Геракла. Загляни в деревню Гефион. Там его любимая лавка. Я отвезу вашего атлета в Элиду. Надеюсь, он оправдает надежды. Еще как. Ищи его лагерь на южном острове Миссини. Удачи! Прости, закрыто. Продай мне масло, и я уйду. У тебя есть особое масло для тестикла? А, для панкратиастов. Хозяина сейчас нет. Только он делает масло. Я не уйду без него. Послушай меня. Я почти свободна. Ты рабыня? Да. И мой хозяин неплох. Я не собираюсь у него красть. Если дело в деньгах, я могу заплатить тебе. Дело в доверии. Я знаю хозяина. Он добр, но строг. Моя судьба в его руках. Я многого прошу, но мне очень нужно это масло. Хочешь, я поговорю с твоим хозяином и все ему объясню? Что мне остается? Впрочем, жизнь рабыни не так уж плоха. Я дам тебе рецепт, но не более того. Готовь масло сам. Я согласен. Масло нужно нагреть. Пора выбрать масло. Вот это масло Афины. Выберу его. Последний штрих. Добавлю немного миры. И стикл будет славно пахнуть. Надеюсь, ему понравится. Пахнет так приятно, что я не прочь забрать масло себе. Что тебе нужно от великого ты стикла? Не видишь, что я занят? Я отвезу тебя в Олимпию. Олимпия? О, да! Я стану победителем! Победителем и боятый стикл! Да, пора в путь. О, нет, сейчас я не могу. Занят, ясно? И я не знаю, хочу ли я плыть на твоем корабле. У меня кое-что есть. Одно масло. Масло! Ох, дай поцелую! Нет, не смей. Масло со мной. Отдам только на месте. Нечестно! Ни к чему тратить особенное масло до боя. Так ведь? Точно! Не поспоришь! Что ж, тогда отправляемся в путь. Вперед в Олимпию! Я нужен людям! Ну, плывем! Ах, лучше ему выиграть. Добро пожаловать на Олимпийские игры! Веселье уже началось! Алкивиад? Но обычно ты... Без одежды. Еще не вечер, козленочек. Кто это? Дурией! Действующий чемпион! Кровожадный, напористый и крайне выносливый. Ревнуешь? Это вряд ли. Ты будешь состязаться, Алкивиад? Конечно! Я люблю физические упражнения во всех проявлениях. Ммм... Да. Как думаешь, кто заберет все венки? Я! Афины, я уверен, будут на высоте. Думаю, Мессиния! Тебя опьянил морской воздух? Спарта всегда побеждает в Панкратионе. И не только. Можно многое знать о прошлом, но будущее не предугадать. Мы прибыли сюда, чтобы стоять в порту? Ах, да. Если тебе понадобится партнер для борьбы... Ты куда сочная, Фининин? Я победитель или буду им... Спарта! Жаль, что мускулов у тебя больше, чем мозгов. Пора в путь. Перед борьбой я натрусь маслом. Ну, я бы с радостью помог, если бы ты был в состоянии бороться. Люблю мазаться маслом. Да, заметно. Да? Знаешь ли. Подойди. Обнимемся. Он умеет плавать? Что ж, похоже, теперь ты за него. Не могу поверить. Неслыханно. И ты хочешь, чтобы выступал я? Занять место покойника. А ты, стикл, еще даже не переварился. Мужа, дорогой, покажи им свою мощь. И мне, кстати, тоже. Какие еще есть состязания? Бросок копья. Ты должен знать, как это бывает. Атлет толкает свое длинное, гладкое копье. Да, знаю. А еще есть состязания по бегу и гонки на лошадях. Пот повсюду. У слада для моих глаз и носа. Я добуду с партий венок. Придется побороться. Ну и пусть. Я состязаюсь в борьбе. Ты шутишь, похоже. Мы ждем лишь одного бойца, тестикла. Он захлебнулся, то есть лишнего хлебнул. Я заменяю его. Ладно, ладно. Не горячись. Небывал и случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать. Что ж, ладно. Состязание скоро начнется. Добро пожаловать. С радостью представляю вам Кальлия. Почтенного судью Олимпии. Снискавшего звание чемпиона на этом ресталище. Друзья, для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Панкратион! Но оставим пустые слова и приступим к делу. Именем Зевса начнем соревнования. Я раздавлю тебя, как муху. Нечестно! Больно! Ну, скажи еще что-нибудь. Нет, нету, Бобби, хватит! И это все? Это только начало. Что? Наш участник готов к поединку. Посмотрим, справится ли он с Растом. Удачи! Не моргай, а то получишь! Давай, красавица, ты сможешь! Толпа ликует! Но это не все. То есть... Боги будут довольны, не так ли? Скоро начнется последний бой! Могучий Алексиос против нашего чемпиона Дориэя! Ну, дела! Подумать только! Я стану другом олимпийского чемпиона! Ты дерешься даже лучше меня! Хотя, если бы Сократ согласился на это... Алкивиат, ты в порядке? Я был с Димофаном и Калием. Они уважаемые олимпийские судьи. Перепил, что ли? Ты как из чаши Мидеи спил. Мидеи? Думаешь, отравили? Вы что, выпивали? Это же игры! Почему бы и нет? Мы были в Ляне-Дайоне. Если тебя отравили, нужно найти судей. Отравили? Думаешь, их тоже? Или нет? Что ты? Трудно представить, что кто-то из них... Они всегда устраивают пиры в честь священного перемирия. Побудь с ним. Я выясню, что случилось. А теперь нам нужно поговорить. Нет. Прошу, я просто выполнял приказ. Мне нужен не ты, а тот, кто тебе платит. Я с ним не встречался. Думал, что он хочет помешать им победить. Но потом увидел, что происходит, и понял, что это был яд. Я должен спасти друга, Алкивиада. Противоядие можно найти в крепости Кореп. Виновный поплатится. Иди, и не попадайся мне больше. Да, спасибо. Вот, противоядие. Дайте вина, чтобы перебить вкус. Средство достойное Гиппократа. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Кажется, тебе осталась одна схватка. Идем. Твой новый соперник Дерей. Он ведет свой рот от самого Геракла. Я готов. Уже бился с олимпийскими чемпионами? Нет, но я не отступлю. Ну, по тебе видно. Ты даже маслом не натерся. Меньше слов, больше драк. Покончим с этим, Зазевса. Мы знаем, что вновь прибывший показал себя достойным соперником. Но посмотрим, сразит ли он чемпиона Дориэя! Дориэя! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Займемся делом. 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 Факет Woods Брюu Просто путник, говоришь. Скажи мне, где они, или срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Говори, где моя мать, или отправишься к вратам Аида, насаженный на копье, как гусь на вертел. Прошу, пощади. Говори! Они на утесе около Тегеи. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Говори, или будешь болтаться на этом дереве на собственных кишках. Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Зря ты мне угрожаешь, Малака. Я не угрожаю. Я обещаю! Хвала богам, ты здесь. Я получил весть. Я убил посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорил Амирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Уверен, его солдаты повсюду. Обезглавим всех до одного. Разделаемся с ними, не поднимая шума. Так же, как с дельцом в Коринфии. Тогда я последовал твоему совету, Брасит. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угроза и подкуп не его методы. Он крестьянин, не убийца. Что ты задумал, Брасит? В отличие от Мирин, я думаю, нужно действовать тихо. Для начала я загляну в его убежище. Вдруг найду что-то интересное. Ну, а ты что думаешь? Отправим Архонта в царство Аида. Лишим Спарту запасов. Пусть фальшивый царь собирает крохи. Архонт уже не тот, кого ты знал. Он служит культу. Вовремя я появился. Это точно. Но пора принять решение. Твоя стратегия разумно, Брасит. Спасибо. Я очень рад. Чувства не дают вам ясно мыслить. Лагос кормит и защищает тысячи спартанцев. Если он погибнет, может начаться хаос. Убежище, дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там, а пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый Архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полный амбар и зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Ты здесь. Значит, Лагос жив. Что это за место? Лагос очень известный человек в Аркадии. Здесь он ведет более личные дела. Объясни, к чему защищать того, кто хочет убить меня и мою мать? Я давно знаю Лагоса. Однажды он спас моих солдат от голодной смерти. Для этого человека поступать столь бесчестно немыслимо. Кто ты хочешь найти? Если узнаем, кто стоит за Лагосом, не придется проливать кровь. Разве спартанцы не пьют кровь на завтрак? Крови мне хватило на всю жизнь. Но надежда жива. Ты размяк, Брасит. Когда Леонид пал в битве при фермопилах, мы все сплотились против общего врага. Афиняне, спартанцы, все сражались плечом к плечу. В чем дело? Тут кто-то есть. За тобой следили? Нет. Хорошо. Принес письмо от Лагоса? Да. Отнесем его к обгоревшему дереву у золотых полей. Там его заберут и передадут в убежище. Письмо от Лагоса? В нем могут быть ответы. Пойду за ними, а ты обыщи дом. Меня забрали вместе с семьей Лагоса. Думало, нам конец. Где они? Под землей. Их охраняют. Иди, расскажи все моему другу Брасиду. Он в старом доме, к северо-востоку от Тегеи. Хорошо. Тебя прислали сами боги. Я не виновна. Прошу. Освободи меня. Я бы долго тут не протянула. Кто ты? Алексиас. Меня прислал Брасид. Мы идем домой? Пока не знаю. Нас давно держат в этой пещере. А от Лагоса нет никаких вестей. Вы свободны. Но к Лагосу пока не возвращайтесь. Эти люди все еще с папой. Ты слышала о культе космоса? Только слухи. Когда муж нашел себе новых друзей, у нашего дома появились стражники. Все ради вас, сказал он. А потом они же притащили нас сюда. Они принуждают твоего папу к плохим вещам. Я спасу Лагоса от этих страшных людей. А как же мы? Я не вернусь к этому псу. А наши стражи мертвы. Мы в опасности. Ступайте к Брасиду. Он мой друг. Он в убежище к северо-востоку от Эгеи. Там Лагос проводит тайные встречи. Ты злишься, мама? Благодарю тебя за помощь. Мы найдем Брасида. Хайра. Я знал, что ты найдешь меня. И почему это? Ты освободил мою семью. Спасибо тебе. Я делаю то, что должен. Пусть даже вся Аркадия хочет меня убить. Мир погряз в хаосе. И в этом вина культа. Сейчас повсюду разлад. Спарта против Афин. Старая против нового. И что, ты считаешь, что культ не подливает масло в огонь? Я знаю, что они могут. И чего они хотят. Но я забочусь об Аркадии. И готов выслушать тебя. Еще не поздно. Уйди из культа. Объединись с Брасидом. Сегодня я ваш союзник. Но откуда мне знать, что вы не передумаете? Мы можем сражаться с общим врагом. Все лучше, чем жить в постоянном страхе перед культом. В юности Брасид говорил так же. Я верю тебе. Это дал мне культ. Сказали в знак моей преданности. Используй его против них. Попробую найти способ. Вам, Смирин, больше ничто не грозит. И удачи тебе в твоей битве со злом. Спасибо, Архонт. Удача пригодится. В одиночку спасти мою семью от культа. Ты отважен. Да? Ты разозлишь самого царя. Повсаний грозился пытать и убить мою семью, если я предам его. Повсаний? Это правда? Вот. Доказательство предательства. Спасибо. Я навещу царя лжи. Награда отозвана, и Лагос жив. Видишь? Все можно решить без насилия. Зря ты его не убил. Лагос отрекся от культа. Так ему будет безопаснее. Культ космоса пожрет и своих детей ради своей выгоды. Но не Лагос. Его шантажировал царь Повсаний. Я могу доказать, что он похитил семью Лагоса. Царь Повсаний? Вернемся в Спарту и покараем его. Ты прав. Здесь мы закончили. Отправляемся в Спарту. Да. Пора возвращаться. Хорошо. Мне пора уходить, Алексиус. Я не забуду того, что ты сделал. Рад был снова увидеть тебя, Мирин. Мы не всегда заодно, но, надеюсь, ты скоро вернешь свой дом. Аркадия в безопасности. И награда отозвана. Можем путешествовать без страха. Тогда пора продолжить путь. Я хочу увидеть царей. Ты готов вернуть землю нашей семьи? Ну да. Но сначала нужно свергнуть царя-культиста. Твоя мать гордится тобой, Алексиус. Ты точно уверен, что доказательств хватит? Точно. Соберу эфоров и буду ждать в тронном зале. Каких эфоров? Разве ты не помнишь? А, впрочем, ты был ребенком. Пять эфоров избираются из числа граждан Спарты. Они властны даже над царями. Ты должен склонить их на свою сторону, чтобы спасти Спарту. Увидимся. Чего же мы ждем? Простите за задержку. Ты созвала эфоров? Судя по толпе обожателей, ты достиг успеха. Мне пришлось участвовать в играх самому, но я принес Спарте победу. Прекрасно. А что насчет нашего борца от Тестикла? Случилось несчастье, и он не смог состязаться. Игры не главное. Как дела в Беотии? Мы со Стентером разбили силы Афинин. Вам не о чем беспокоиться. Зачем ты созвал эфоров, если принес лишь добрые вести? Чтобы выдвинуть обвинения. Серьезно? Против кого? Ты знаешь, о чем пойдет речь. Против тебя, Павсаний. Во время своих странствий я собрал доказательства вины Павсания. Он состоит в культе космоса. Они хотят убить сотни, чтобы править тысячами. Вот все, что я нашел. Доказательства? Какие? Значит, слухи не лгут? Никогда бы не подумал, что у царя нет чести. Честь безнадежно устарела. Ты заслуживаешь смерти. Не смей угрожать царю! Павсаний, отныне ты не царь. С сегодняшнего дня ты изгнан из Спарты. Клянусь Афиной и Оресом, вы заплатите! Вас всех накажут! Как и тебя, ручной царь! Прости нас, мой царь. Мой сын не мог позволить ему править дальше. Конечно. Мы вернем тебе гражданство. Спарта в долгу перед тобой и возвращает тебе дом. Тебе вернут дом. Нам с тобой. Не будем отрывать судей от дел. Пойдем наружу. Мы должны избавиться от Павсания как можно скорее. Верно. Он член культа. Как ни крути. Как закончишь, встретимся у гробницы Леонида. Я покажу тебе кое-что. До встречи, мама. Я тебя разорву! Только попробуй убежать! Убей! Девушки отдыхают. Достой, Лиза! Пропал. Пропал? Здесь был маленький череп кролика. Твой первый трофей. И кому он нужен? Только один человек мог забрать его. Николаус. После нашей встречи он вспомнил об этом месте. Так было и со мной. Похоже, не только я тосковала по дому. Надеюсь, не помешаю. Брасит, входи. Я рад, что вы вернулись домой. Мы тоже этому рады. Ты пришел сюда не просто так, верно? Я отправлюсь в Пилос, как только смогу. Не хочешь присоединиться? Я с удовольствием помогу. Что ожидает нас в Пилосе? Слава! Афинине постоянно теснят спартанцев. Я не могу допустить, чтобы Спарта понесла такие потери. Неужели ты больше не веришь в наших воинов? Они сильны, как и всегда. Но они не представляют, насколько страшен их враг. Ты о Деймос? Да, до меня дошли слухи. Сила природы в теле смертной. Она убьет любого на своем пути. Если Деймос в Пилосе, мы остановим ее. Буду ждать на корабле. Поспеши. Чем дольше мы медлим, тем больше погибших. Кассандра в Пилосе. Верни ее домой, Алексиос. Вернуть домой? У нас снова есть дом. Мы можем стать семьей. Еще не поздно. Я постараюсь, но не могу ничего обещать. Нет, не говори так. Она слишком долго пробыла в культе космоса. Ее не образумить. Разве не стоит хотя бы попытаться? А если я не спасу сестру? Попытка не пытка. Мы ведь думали, что она мертва. Я не сдамся так скоро. Я постараюсь. Пора отправляться в Пилос. Удачи, Алексиос. Где найти Бросида? Зачем он тебе? Мы бились вместе. Ты друг? Да, и друг Спарты тоже. Проводи меня. Нет. У меня приказ стоять и ждать подкрепления. Мы ждем уже две ночи. Не беспокойся. Я на месте. Ты? Афини не вцепились нам в глотки. Они живо собьют с тебя спесь. Скорее я отправлю их к Харону. Ха! Славно, боец. Надеюсь, ты хлесткий и в бою. Что ж, найдем Бросида. Отправим обвинь из прямиком в бои! В России! Деймос! Этот бой между тобой и мной! И тебе его не выиграть. Кровь, Брасида, будет на твоих руках. Хватит! Или один из нас умрёт! Ничто не так! Я нашёл мать! Нашлись лишь для того, чтобы вновь потерять друг друга! Не пойму, что ты хотел сделать? Что? Тебя спасти! Нет дела в другом! Не пойму, что ты хотел сделать? Я велела тебе не мешать, но ты всё же здесь. Так что, теперь я в плену до самой смерти? Почему нет? Так я могу убить тебя, когда пожелаю. Но сперва, расскажи мне всё. Культисты тебе не докладывают. Ты на их стороне, но не похоже, что они на твоей. Думаешь, мной управляют? Так докажи. Раз я не на той стороне, убеди меня. Что ты хочешь узнать? Правду, какой ты её видишь. Но потом я тебя убью. Почему меня бросили той ночью на горе? Бросили? Так ты это видишь? Трудно увидеть это в другом свете. Бросили умирать. Мы тебя спасли. Они всё решили, и ты смирился. Я пытался тебя спасти. Пытался поймать. Убил жреца. Сломал себе жизнь. Ты вечно играешь в героя. Только этого всегда было мало. Тогда я делал, что мог. Я и сейчас стараюсь. Слишком поздно. Что бы ты ни говорил, мы уже не станем семьёй. Слушай, меня тоже сбросили с Тайгета, вслед за тобой и жрецом. Отец сделал это. Это был его долг. И от тебя отказались. Да. Но мы выжили. Против их воли. Верно. Мы живы. Будет им уроком. Эймос. Мы тебя искали. А ты здесь. В этой яме. Я слышал крики. Пустое. Прочь. Живо. Тебе здесь не место, а девчонка. Я тебе не кукла. И ты мне не хозяин. Конечно, защитница. Это больше не повторится. Ты в темнице по своей вине. Не припомню такого. Ты должен понять. Это всё радиофин, Алексеус. Перикол едва не разорил весь город. Люди жили в нищете. И вы его убили. Не разбив яйца, не найдёшь идеальный желток. Он нас не устраивал. Так значит, при тебе всё будет иначе. Меня защищают друзья. В меня верят люди. Они знают, что мои решения пойдут им на пользу. Все будут довольны тем, что я замыслил. Заходи внутрь. Ты ведь пришёл убить меня. Ну так попробуй. На моё счастье есть и другие пожары, что надо тушить. Говорят, назревает мятеж. Так скоро? Надо же. Я знаю, что делать. Мёртвые не бунтуют. Как же ты справишься с ними, если боишься биться со мной один на один? Мне ни к чему марать руки. Народ сделал выбор. Я ведь говорил, люди наделили меня властью. Позволили решать. Но не за весь народ. Народ избрал свою судьбу, Алексеус. Он избрал меня. Будь ты проклят. Это не мой выбор. Народ Афин всё решил сам. Я и пальцем не пошевелил. Так поступают с мятежниками. Люди выбрали вслепую. Культ победил, Алексеус. Что ж, мне нужно успеть на корабль, идущий в Метилену. Нанесу её жителям неожиданный визит. Бой! По имя богов! Стоять! Вовремя! Любопытно. Может, смерть и впрямь величайшее счастье человека? Ах, почти успели. Участие тоже важно. Хвала богам, ты жив, Алексеус. Думаю, это не все. Нам нужно уходить и побыстрее. Стой! Вы должны знать о Клеоне. Сократ следит за мерзавцем. Мы уже всё знаем. Поспешим. Его вещи, Варнава. Идём, Варнава. Алексеус, встретимся в доме Перикла. Там и поговорим обо всём. Ты пришёл. Само собой. Варнава уже собирался спасать тебя вновь. Участие тоже важно, да? Очевидно. Идём, нас уже ждут. Мы боялись, ты не придёшь. Потому что тебя ищут все афинские стражники. Так просто, Клеону со мной не справиться. Что это? Мы обсуждаем, как лишить Клеона власти. Только ничего не выходит. Много слов, но мало... толку. Без Перикла всё стало иначе. Но его дело живёт. Поэтому мы здесь. Раньше мы прятались тут от напастей. А теперь глядим им в лицо. Итак, в первую очередь мы должны... Вернуть афинам былую славу. Вы хотите свергнуть Клеона. Как именно? Будет непросто. Если он умрёт, мир в Афинах пошатнётся. Верно. Сперва опорочим его. Аристофан написал пьесу, которая якобы поможет нам в этом. Пьесу? Это нечто большее. О, прошу, только не начинай. Почему мы все не можем полюбить друг друга? Ведь так гораздо веселей. То особенного в этой пьесе. Мы увидим твою знаменитую оранжевую мартышку. Ха! Как это ни странно, ею и навеяно. Стоит ли бронить Клеона перед его сторонниками? Пьеса образумит их. Пусть это опасно, план сработает. Мы должны действовать. Клеон собирается отправить в Митилену убийц. Люди верят Клеону. Они поддерживают его во всём. Это не значит, что мы должны сдаться. Устранить Клеона будет трудно. Но с тобой у нас всё получится. Надо было остаться. Помешать Клеону. Только глупцы живут прошлым, но ты не из их числа. Мы должны спасти Митилену. Что ты планируешь? В чём замысел? Услышав, как Клеон упомянул Митилену, я понял, здесь что-то нечисто, и решил во всём разобраться. Это интересно. Мой ученик выдает себя за стражника в Акрополе. Похоже, Клеон прячет там что-то важное и проводит тайные встречи. Смелый ученик. Такое время. Если ты считаешь, что мне следует обыскать Акрополь, только скажи. Где-то там доказательства злодеяний Клеона. Куда мне нужно идти? В западную часть святилища на Акрополе. Я найду то, что Клеон никогда не сможет опровергнуть. Славно. Я собираюсь выступить перед людьми на Пниксе. Если сможешь что-нибудь найти, приходи. Я скоро. А, вот и ты. Люди пришли послушать мою речь. Может быть, это тебе пригодится. Здесь всё, что мы знаем о Клеоне. Митилена лишь первый город в длинном списке его целей. Он использует свою власть, чтобы горожане каждый раз голосовали за смерть. Значит, мы должны переубедить людей. Так ты поможешь мне. Одних разговоров недостаточно. Нужно показать, что идти за Клеоном нельзя. Не думал, что услышу подобное от тебя. Такое время. Это твои слова. Именно. Мне нужно, чтобы ты вёл себя так же, как сторонники Клеона. Постараюсь. Но, Сократ, ведь Клеон человек из народа. Скажи, если ты ранишь кого-то мечом, это твоя ответственность? Моя. А если наймёшь для этого кого-нибудь другого? Ты всё ещё в ответе за это? Я всё ещё в ответе. Ты слишком проницателен и абсолютно прав. Если кто-то должен пострадать, и мы с этим связаны, это наша ответственность. Значит, мы все ответственны не только за непосредственный ущерб. Ну да. Тогда задам ещё один вопрос. Кому верить? Толпе или знающему человеку? Правда на стороне большинства. А кто просвещает большинство? Видимо, человек, что стоит у власти. А если выяснится, что человек у власти солгал большинству, что ты сделаешь? Лжец не заслуживает доверия. Всё верно. Если кто-то соврал тебе единожды, позже он может сделать это ещё раз. Да, ты прав. Так ты согласен, что тот, кто жёг, не заслуживает власти? Согласен. О, Афиняне, согласны ли вы, что каждый человек ответственен за любой, даже косвенно причинённый им вред? Согласны. А пойдёте ли вы за тем, кто солгал вам ради собственных целей? Никогда. И прежде всего, именно поэтому я прошу, я умоляю, выслушайте эти слова. Избранный вами лидер лжёт ради личной выгоды. Клеон солгал, чтобы собрать голоса для нападения на Метилену, и он продолжит поступать так же. Если корабль прибудет в Метилену, у жителей не останется ни шанса. Вы знаете правду и можете всё изменить. Нужно ещё одно голосование. Жизни этих людей в ваших руках. Корабль надо остановить. Думаю, могло быть и лучше. Но даже так люди не смогут усомниться в предоставленных доказательствах. Я чему-то научился. Должно быть, это ты на меня повлиял. Конечно, дебаты разят не так быстро, как Клинок, но могут быть не менее эффективны. Этого хватит? Полагаю, скоро все Афины узнают о злодеяниях Клеона. Граждане любят свой город. У них есть принципы. Никто не желает его падения. Это катастрофа, говорю вам. Спокойно. О чём ты говоришь? Мой шедевр. Он изменит всё. Развлечёт, паразит, заинтригует и откроет глаза на махинации Клеона. Но нужен ты. Я не актёр и не поэт, Аристофан. О боги, нет. Всё Феспис. Пропал мой главный актёр. Что за пьеса без знаменитости? Так где мне его искать? Феспис редко выходит из дома. Начни поиски там. Я найду его. Готовь спектакль. Я скоро вернусь вместе с ним. Ты не похож на актёра. Разве что твоя роль – афинский страж. Я? Я? Тихо. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Но командир Дексинор… Как тебя звать? Буллис. Что ж, Буллис, тебе решать, выживешь ты или нет. Понял меня? Да. Лучше бы рассказать мне всё. Я знаю только, что им надо отвлечь актёра. Проверь сам, он в таверне. Это всё точно? Я выполняю приказы командира. И помалкиваю. Делай хоть что-то полезное. Помоги мне. Ты верен и исполнителен. Правда? Что скажешь? Сбежать из Афин? Спасибо. Спасибо. Думаю, ему хватит. А тебе-то какое дело? Да, было дело. О, глядите-ка. Тебе лучше уйти. Меня прислал его наниматель. И? Он не работает? Да, не работаю. Но он мне по нраву. Аристофан забавный, но его идеи… Я говорил, это опасно. Так и есть. Мне он нужен трезвым и в себе. Кажется, ты не понимаешь, в чём дело. Рексенор приказал не выпускать его. Я останусь. Так спокойней. Уводи своих мальчиков. Уберлись. 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 Он сказал, ты будешь в маске. Сказал, ты в безопасности. Ты так сильна, Экатерин. Оооо. Вверх ногами. Родители говорили, либо ты актёр, либо пьяница. Ха, обдурил их. Я и то, и другое. Спасибо, но дальше я сам. У меня есть... Любовь. Главное, чтобы ты выступил завтра. Верно, и мне нужна моя муза. Муза. Не могу, не могу играть без неё. Ты выступишь? Не, только с Экатерине. Божественное имя и тело. Существо. Люди в таверне. Кто они? А, почитатели. Безобидные. И я люблю мужчин в форме. Тебе бы протрезветь. Это важная пьеса. А Экатерине? Где моя муза? Прошу, она к западу отсюда, в доме Афродиты. Выйдешь на сцену, найду твою музу. Не в моём вкусе. Многовато мускулов. Но если есть деньги, сможем договориться. Феспис сказал, что ты тут. Ах, мой милый Феспис. Такой талант во всём. Но поговорим о нас. Ты же его возлюбленная. Есть любовь, есть деньги. Что ближе тебе? Нет. Феспис зовёт тебя, чтобы ты помогла ему сыграть. Феспис любит играть. Но в этот раз придётся обойтись без меня. Но ты его муза. Командир Риктинор дал понять, что я могу лишиться жизни, если стану помогать Феспису. Не волнуйся, я разберусь с командиром. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Это необычный афинский солдат. В каком смысле? Тайные встречи. Странные друзья. Я боюсь его. Пусть он умрёт. Другого выхода нет. Если умрёт, ты пойдёшь к Феспису? С удовольствием. Не волнуйся, я убью его. Принеси мне его крохотный меч. Ах, скоро вернусь. Сойдёт за доказательства. Это не тот меч. Но сойдёт, лишь бы был мёртв. Дело сделано. Ступай и проследи, чтобы Феспис не пропустил пьесу. Ты так напряжён. Иди сюда, приляг. Позабавимся немного. Или ты делец до мозга костей. А ты не против? Кровь в твоих венах всё же течёт. Бурлит. Но как же Феспис? Феспис актёр. Многие девушки в своё время были его музами. Теперь мы займёмся пьесой Фесписа и Аристофана. Эта пьеса важна для тебя. Она многое изменит. К лучшему. По глазам вижу, что дело не только в этом. Но у нас у всех свои тайны. Просто знай, что я хочу остановить Рексинора, Клеона и им подобных. Прошу, скажи, как там Феспис? Хорошо. Он готов к завтрашнему выступлению. Слава богам! С актёрами трудно поладить. Вообще-то, я неплохо разнообразил свою жизнь. Я рад это слышать. Вот, захлопоты. Народ, сердце Афин. Но моя пьеса станет и голосом. О, солнце ясного луч воссияет для всех в день падения Клеона. О, мальчик вовсе и туп, и глуп. Ах, вот как! Всё за то, что уж давно я собирался предложить монументам достославным ваше мужество почтить. Видишь, что задумал он? Стариками нас считает. Хочет плутней провести. Нет, сюда попробуй сунься. Здесь же будешь ты избит. Убьют меня! Сюда скорей! Что теперь? Как я и рассчитывал, пьеса имела успех. После неё и твои речи на Пниксе Клеон почти утратил любовь народа. Сейчас он направляется в Амфиполис, чтобы оправдаться. Алексиос, Брасит велел найти тебя. Он жив и здоров. Где он сейчас? В Амфиполисе. Готовятся к битве. Если ты увидишь его, скажи, что я в пути. Брасит! Алексиос, я рад, что ты жив. В Пилосе мы проиграли. Ну, хоть правая рука цела. Слава богам, ты жив. Молодец, что прислал весточку. Я боялся опоздать. Скажи, что случилось после битвы? Меня нашли. Отвезли в Спарту и залечили мои раны. Нога покалечена, но я уцелел. Спартанцам пришлось туго. Меня отправили в Афины. Афины? Как больно это слышать. Значит, есть к чему стремиться. Как и всегда. Клеон рядом. Верно. Где-то за стенами города. Он хочет взять Амфиполис. Решил снизойти до своих солдат. Он навлек на себя позор. Хочет очистить свое имя. И заодно отомстить. Этому не бывать, правда? Постой. Сперва найдем его. Нас меньше. К тому же мне сообщили, что он уже послал за подкреплением. Лишний повод действовать. Я верю тебе. Это опасно, но я буду рядом. Мы убьем Клеона. Я клянусь тебе. Да. Что ж, пошли. За Спарту! Вот вам война! Ты принимаешь все так близко к сердцу? Нет! Это не твоя битва, Алексиус! Жаль тебя расстраивать, но моя. Знаешь, еще не поздно. Стань одним из нас! Мы не в афинах. Разговоры не спасут тебя. Почему ты не оставишь меня в покое? Это твоя вина! Не твоя, Клеон! Только ты во всем виноват! Алексиус, прошу, пощади! Ты натравил ее на нас! Мою сестру! Мы помогли ей, возвысили, дали силу и сделал ее чудовищем! Так будь с ней! Так будь с ней! Учи ее! Деймос по-прежнему твоя сестра! Ее зовут Кассандра! Прошу тебя! Мир разобщен, Алексиус! Мы объединим его! Закрой рот! Я безоружен! Пощади! Ты не достоин быстрой смерти. Но ты получишь свое, врат Аида! Нет. Подиниц! Ты не понимаешь. Люди не забудут Клеона из Афин. Меня будут помнить пока... Все уже забыли тебя. Вот и все. Эрин захочет узнать, что Клеон мед. И Брасит. Нужно было добраться до Деймос раньше. Прости меня, друг. Дитя. Тебя долго не было. Брасит погиб. Нет. Деймос убила его. Что с моей дочерью? Клеон выстрелил ей в спину из лука. Но рана была легкой. Может, Деймос жива. Мала, как Клеон. Я убью его. Поздно, мама. Я уже отправил змея Каиду. Моя семья. Остался только ты. Мама. Я должен сделать еще кое-что. Мне надо вернуться на гору Тайгет. Где все началось. Всю жизнь я бегаю и сражаюсь. Меня преследуют воспоминания. Я так больше не могу. Я оставила свое сердце на той горе. Я хочу забыть эту ночь. Раз и навсегда. Я пойду с тобой. Кассандра! На краю света. Мать зовет свое дитя. Как мило. Кассандра, прошу! Это имя для меня ничего не значит. Мы с отцом назвали тебя так. А потом вы сбросили меня со скалы из-за пророчества? Это был культ. Я пыталась, хотела тебя спасти. Жрецы сказали, ты погибла. А мне сказали, что ты меня бросила. Кассандра, иди ко мне. Мы твоя семья. Пошли домой. Семья? Дом? Меч. Вот моя семья. А мой дом на поле боя. Видишь, мама, она сошла с ума. Не убедить. Ты это сказал маме? Может, скажешь ей правду? Какую правду? Что я избранная. У меня особая судьба. Восстановить порядок в мире. А ты просто наемник со сломанным копьем. Нет никакой судьбы. Ты орудие в руках культа. Очень хорошо. С нашей первой встречи я пытаюсь понять, кто же ты для меня. Ты сорняк. Ты хочешь задушить и убить всё, что я посадила. А сорняки надо вырывать. С корнем. Кассандра! В детстве я нашла львёнка, попавшего в селки. Мой друг пошёл освободить его. Но в тот момент я услышала рык львицы. Я видела, как львица растерзала моего друга. Даже звери всегда защищают своих детёнышей. Я любила! И люблю тебя. Та, кого ты любила, уже мертва. Мой путь предопределён. Ты меня не остановишь. Кассандра, послушай. Ты моя сестра. Когда-то я не смог защитить тебя. Но теперь смогу. Это принадлежало деду. Эддом. Эддом. Я творила зло, как и мы все, Кассандра. Я… Я знаю. Олегсиос. Спасибо. 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 Ну, во всяком случае, семья в сборе. Принесу вина. Что ж, все прошло удачно? Неожиданно я вновь обрел семью. Значит, такова воля богов. Нам не дано ее познать. Кто-то оберегает меня. Гордись этим! Славь жизнь, что тебе даровали. Могло быть гораздо хуже. А ты оптимист, я погляжу. Помни одно. Что бы с тобой ни случилось, я рядом. Думаю, нас уже заждались на корабле. После тебя. Ликуй. Мне удалось выжить. Я дал тебе лишь одно задание, Сократ. Я верил, что ты справишься. Я бы взялся за него и без твоего ведома. И мог бы встретить смерть. Просто оглядись. Сколько людей она забрала. Так восславим их имена. Тех, кто был рядом, но покинул нас. Идем же. Феба. Я видел в ней лишь дитя. Просто хотел защитить. Быть не только другом, но и стражем. Спасибо, что устроил достойные проводы. Многие нашли покой в Элизии. Каждый из них заслужил вечное счастье. Среди них и наш славный Перикл. Афиняне в большом долгу перед ним. Не напрасно его нарекли первым гражданином Афин. Он многое сделал для города и притом был так скромен. А делись он тем, что его тяготит. Мы знали Перикла лишь по его поступкам. Но, возможно, именно таким он и был. Война не прощает ошибок. Даже Брасиду. Пусть так, но он спартанец, а значит погиб, выполняя свой последний долг. Я сделал, что мог. Он был мне другом. Главное, что ты жив. А его будут чтить как героя. Как того, кто помог мне победить Клеона. Слышал, Клеона нашли на берегу. Он был жестоко убит. Так он узнал, каково пришлось бы его народу. Я лишь выполнил долг. Уверен, за свои злодеяния он отправился в Тартар. А наши друзья наконец обрели покой. Выпьем вина? Отчего бы и нет. Что ж, теперь я точно смогу написать новую комедию. Расскажи, как Алексиус в тайне от всех убил дельца. Эта сцена – венец истории. И добавь сцену любви. Могу предложить ее начало. Красота эфемерна. Запишите слова, Олки Виат. Что ж, за это я и выпью. За будущее, былое нам ни к чему. Его речь не хуже его песни. Из-за богов. Что ж, наставник, я думаю, что нам пора уединиться для частного урока. Для этого я выпил недостаточно вина, Олки Виат. Наполните его кубок. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Алексиус. Все должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожил культ. Я в этом не преуспел. Ты герой, но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть. Надежда на тебя. Надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Так... Ты всё видел, да? Так красиво. Правда ведь? Что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером. Совсем недолго. Потом появилась твоя сестра, и цели культа изменились. Думал, вы с Деймос вместе. Всё оказалось сложнее. Ты ведь знаешь, ей нельзя управлять. Она захватила власть, и её слово стало иметь больший вес, чем моё. Ты была заодно с ними? С культом? Правители в Греции действовали неверно. Культ хотел начать всё с чистого листа. Путём разрушения. Откупа. Они развязали войну. В ней гибли люди. Мы правда разожгли войну. Всё было под контролем. До поры до времени. Тогда мне разонравились наши методы. Малака! Вы искали нас! Нет, вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Но ты приятно удивил меня. Ты не такой, как Деймос. Ты упустила меня. Я был у тебя в руках. Ты дал мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. И сам того не зная, ты помог. Смело с твоей стороны раскрыться. Ты знаешь, что я делаю с культистами. Я больше не могла лгать тебе. Теперь мы можем работать вместе. Мы были бы славной парой. Правда? Я хочу понять. Что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа? Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы. Культ поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие, твоей крови. Но ты ведь что-то видела. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожил пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок. Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах. И появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Но хаос, распространяемый культом, не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так. Перикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться. Но он не должен был погибнуть. И это правда. Ты бывала неправа. Но тут поступила мудро. Ты ведь знаешь, Греция занимала все мысли Перикла. Сказав, я бы погубила его. Так. И что будет теперь? Займёмся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта. Недостижимая. Забудь всё, что знаешь. Вообрази. Это не демократия. Никаких склок. Лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие. Просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Ах, навряд ли. Ты всегда был независимым. Хватит. Нужно, чтобы ты доверился мне. Поверь мне, мы притворим мечту в жизнь. Я остановлю вас. Вы разрушили Грецию. Вы несёте лишь вред. Вижу, ты не понимаешь, с чего мы хотим. Я ошиблась в тебе. Взаимно. Алексиус. У тебя много дел тетя. Алексиус. Грядёт буря. Она меня не страшит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ПОЛЬЯ